МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня среда, 12 февраля. Но поскольку среда умная, то, как всегда, самая умная публика Екатеринбурга сегодня здесь, на умной среде. Хотя, как показывает существующая практика, когда два раза падают на умной среде, обсуждаются политические темы, градус умности явно спадает. То есть две недели назад было больше людей, чем сегодня. Ну ладно, спишем на сложность темы и ее непонятность за словом лаввизм. На самом деле, как вы помните, я обещал другую тему совсем, про ориентацию поговорить, но тут случилось страшное. То есть обычно мы вяжемся непосредственно к теме, а тут случилась заезжая звезда. Сегодня в Екатеринбурге наши коллеги Константин Викторович Киселев и Александр Борисович Белоусов, как соавторы учебника по лаввизму под редакцией Игоря Евгеньевича Минтусова представляли свой учебник. И, соответственно, мы не могли не использовать такой повод для того, чтобы поднять тему, которая, на мой взгляд, является актуальной в современной России. Это лаввизм, ну и отчасти то, что называется JAR, Government Relations, как это будет по-русски. Поэтому организаторы «Умной среды», группа компании «Ньютон», «Джаз Клуб, Эвер Джаз и Бизнес и Жизнь», наш любимый журнал, представляют новую, как-то обманув ваши ожидания относительно другой темы, новую тему лаввизм. Итак, я приглашаю сейчас на сцену наших спикеров, но как обычно в алфавитном порядке, только один день, только сегодня, как это звезда отечественных и зарубежных выборов, легенды отечественного JAR, Игорь Евгеньевич Минтусов, председатель совета директоров, группа компании «Никола М». Игорь, можно без всех остальных регалий? Игорь, значит, рассказываю. Вот это у нас сцена, сюда можешь выбирать, как первый спикер, подходящий для себя стул. Поскольку говорить о JAR без людей, имеющие отношение к бизнесу и власти, бесполезно, то, соответственно, вполне логично, что мы пригласили не только представителей этих технологов, но и бизнесменов, и даже в некотором роде вице-мэра Екатеринбурга. В прошлые годы собственник компании «Нордлога», вице-мэра Екатеринбурга в 2006-2008 году, Илья Борзенков. Не первый раз, собственно говоря, вы принимаете участие в умной среде, вам уже наши порядки известны. Соответственно, научный сотрудник Конституции философии и права, Александр Кандидат, кандидат наук, соавтор учебника по лоббизму, Александр Белоусов. И минут, насколько я понимаю, через 10 к нам присоединится генеральный директор управляющих компаний «Особая экономическая зона Титановая долина» Артемий Козласов. То есть тоже человек, не чуждый теме лоббизма. Значит, поскольку Александр и Игорь у нас первый раз принимают участие, об общих принципах… О, Артемий, я рад, я вас не увидел. Вот видите, я пронансировал через 10 минут, а вы уже здесь. Значит, мы обсуждаем тему, то есть я пытаюсь задавать вопросы, к нам присоединяется через некоторое время аудитория. Вы высказываете свое мнение относительных вопросов, если есть желание спорить и друг с другом. Единственная просьба в рамках этой дискуссии придерживаться некого регламента, одной реплики в пределах двух минут. То есть это позволит ответить максимальное количество вопросов и активно продвинуться в дискуссии. Дорогие коллеги, все-таки, что такое русский лоббизм, чем он отличается от government relations, от отношений компании с властными структурами, что скрывается за этим термином, который, на самом деле, насколько я понимаю, достаточно часто сейчас встречается и в прессе, и используется в планировании бизнес-коммуникации, и используется даже в быту. Онлайн, не знаю, табачное лобби или что-нибудь еще в этом духе. То есть как это выглядит в нашей сегодняшней реалии российской? Илья, вы знаете правила, давайте с вас начнем. Не ожидал, что придется начинать. Добрый вечер, с кем не успел поздороваться лично. Ну, в реальных российских это выглядит совершенно просто. У компаний, всевозможные коммерческие компании, существуют какие-то интересы, вопросы к органам власти. Органы власти работают, ну, стандартная работа органа власти, это работа на отбой, то есть на нет. То есть если заходишь в официальную позицию, соответственно, ты получаешь нет с вероятностью очень высокой. Поэтому все компании вынуждены расширять некие процедуры, которые традиционно называются лоббизм, с целью продвижения своих интересов в органах власти. Налаживание неформальных взаимоотношений с чиновниками, ну и для того, чтобы бумаги ходили как-то быстрее. Процедура меняется, то есть установлены определенные сроки рассмотрения бумаг, ситуация улучшается, но тем не менее всем жена вчера, поэтому лоббизм был, есть и будет. На ваш взгляд, ну, практика, отличается ли лоббизм вот от этого модного словосочетания джиар? Ну, конечно, отличается. Если вы пошли поздравлять чиновника с днем рождения с бутылкой, это джиар. Если вы при этом принесли постановление, которое он должен подписать, это лоббизм. Все просто. Просто эффективно. Понятно. Александр, если можно, вот микрофон рядом с вами. Я буду говорить о лоббизме и о джиаре, скорее, больше, чем теоретик, больше теоретик, чем практик, потому что, на самом деле, как профессиональная деятельность, лоббизм и government relations, во всяком случае, в российских регионах, она пока развита очень слабо. Я практически не знаю людей, которые на этом бы в Екатеринбурге, в частности, зарабатывали бы деньги на том, что где-то какие-то контакты бы налаживали, доносили бы точку зрения носителей интересов до власти и на этом зарабатывали. Вот. В этом плане лоббизм и джиар, во всяком случае, в российских регионах, он носит такой стихийный характер, когда вот собственники бизнеса сами идут и договариваются с властью о чем-либо. Это несколько противоречит тому, что отличается от того, что мы видим в Соединенных Штатах Америки, которая, в общем-то, выступает стандартом лоббизма, во всяком случае, не готов сказать о government relations, где есть строгое законодательное регламентирование этой деятельности, есть отчеты, есть специальный класс лоббистов, которые зарегистрированы. И все... А этой деятельности, это какой деятельности? Ну, как правило, я веду речь о лоббистской деятельности, как правило, лоббисты там зарабатывают тем, что решают какие-то проблемы, доносят интересы до, значит, конгрессменов, где в большинстве случаев принимаются решения. Чаще всего это законодательный лоббизм в Соединенных Штатах Америки, потому что там нету вот такого перекоса, который наблюдается в России, когда, в общем-то, законодатели, они не законодатели, они на самом деле исполнители чьей-то чужой воли. Ну, то есть, профессиональный лоббизм – это не когда с коньяком на дне рождения, с проектом постановления, а когда на профессиональной основе перед законодательной властью отстаиваешь интересы, как-то... Чуть дольше, чуть труднее, но с тем же результатом. На самом деле там достаточно разнообразная практика, и достаточно часто устраиваются там обеды, там даже какие-то ужины, большие достаточно. Вот есть такая организация, американская торговая палата, которая присутствует, у нее есть большое представительство в Брюсселе, и эта палата там раз в год устраивает какой-то огромный бал, там собирается порядка 500 человек, то есть это, значит, собственники очень крупного бизнеса, это министры национальные и европейские, это президенты, там вручаются премии, и там есть и коньяк, и все, что угодно на этих встречах. Но это все производится публично открыто. Конечно, есть представление о том, что лоббист это вот как раз такой человек, который пришел с бутылкой коньяка на день рождения, или на день рождения, если ему повезло, он перенес с собой, значит, постановление его подписал, а если нет, то это было всего лишь жаром. И изучая историю лоббизма в США, я наталкивался на массу примеров, когда там отдельный выдающийся лоббизм, и в этом я попутно буду рекламировать наш учебник, в котором я написал как раз два раздела по американскому и европейскому лоббизму. Смею вас уверить, это крайне увлекательное чтение, мы еще потом коснемся примеров. Так вот, там был один лоббизм, который считался королем ужинов. И вот это был его фирменный стиль, все решать за ужином. И за это ему платили деньги. Но со временем это… А параллельно он подрабатывал ресторанным критиком в газете. Параллельно все-таки эта деятельность, она сместилась, так скажем, в более формализованную сторону в рамках работы разного рода согласительных комиссий, комитетов, экспертных сообществ. Здесь я перехожу обратно к примеру Европейского Союза, где таких вот процедур просто там… Понятно, то есть если перевести на российскую практику, как только появилась согласительная комиссия, значит решение точно не будет принято. Хорошо, то есть мне как бы уже нравится вот эта разница между человеком из бизнеса или человеком из теории лоббизма с представлением о том, как это делается у них на Западе. То есть с одной стороны все четко и понятно, с другой стороны, как это чуть более затянуто, чуть более профессионально, но вроде бы должен быть тот же результат. Артемий, вы имеете отношение как бы к другому бизнесу, во многом, наверное, и с провоцированным государством, и постоянно контактируете с государственными органами. То есть вот в вашем представлении лоббизм по-русски, по-современному, что это такое? Ну, у нас в стране, я бы выделил три уровня лоббизма. Ну, во-первых, очень часто у нас в стране слово лоббизм и слово коррупция подразумевают как синонимы, и это зачастую действительно так. Ну, во-первых, я бы не стал сильно говорить, что у нас есть большая разница между зарубежным лоббизмом и нашим, потому что я много бываю за рубежом и там тоже контактирую с корпорациями, которые являются продолжениями государства. Там ситуация примерно такая же, но она может быть чуть более цивилизованна, чуть более четко выстроены правила. Так вот, я бы выделил у нас три уровня лоббизма. Это официально существующие организации, такие как, например, РСПП, основной целью существования которых является лоббирование интересов их членов на разных уровнях, в том числе власти. Второй уровень — это структуры в классическом смысле понимания аллергархические, такие как Росттехнологии, не знаю, там бывшие РАОС и так далее. Вот монстры, которые могут свои интересы продавливать самостоятельно. И третий уровень лоббизма — это средние предприятия, которые имеют доступ к определенному, если повезло, уровню чиновникам. И есть четвертый уровень, который практически лоббистскими способностями не обладает, это, собственно, малый и средний бизнес. Там какие-то вот разовые, может быть, если повезло где-то. Артемий, а можно сразу уточнить, что является предметом лоббизма? То есть мы вот используем такой эмфемин, отстаивают свои интересы, продавливают свою точку зрения. Что это на практике? То есть чего добиваются? — Ну, я думаю, что это в классическом как раз восприятии лоббизма, когда у любого предприятия, у любого руководителя есть своя цель, и на разных этапах достижения этой цели он использует различные лоббистские механизмы для того, чтобы их добиться. Это может быть совершенно разная, там и творческая деятельность, и финансовая деятельность, и маркетинговая деятельность. — То есть увеличение прибыли конкретных компаний. То есть, там, не знаю, налоговые послабления, преференции в распределении, там доступа к каким-то ресурсам. — Ну, возможно, но, может быть, я бы не стал ставить прибыльность как 100% результата, потому что у кого-то это прибыльность, но не всегда это так, потому что у кого-то это зачастую и какие-то более высокие цели, я имею в виду другого порядка, когда прибыльность уже достигнута, и когда нужно выходить на какие-то другие горизонты взаимодействия, на другие макроэкономические рынки и так далее, и так далее. — Вот в вашей практике там доводится отстаивать интересы своей корпорации? — Ну, моя практика — это 90% моя деятельность как генерального директора «Титановой долины», это 90% времени я трачу на лоббизм интересов возглавляемой мной организации на разных уровнях власти. — Это лоббизм или это в чистом виде джар? То есть вы являетесь государственной корпорацией? — Мы государственная корпорация, мы на 100% принадлежим государству. — Но вы считаете эту деятельность как-то все-таки как-то джар или акционерное отношение, то есть как-то общение с учредителем? — Нет, я думаю, что вот пока, то есть пока проект становился, вот последние полтора года, это больше был лоббизм. Это и было именно как раз получение федерального софинансирования, решение определенных структурных вопросов и так далее. Это был больше лоббизм. Джар, он, естественно, присутствует, но он пока у нас носит менее выраженный, что ли, характер. — Понял, спасибо. Игорь, если можно, с тем же вопросом, что называется теперь к тебе? Про лоббизм сегодня и про русский. — Добрый вечер всем присутствующим. Спасибо Алексею, что пригласил меня сюда. Алексей в 2009-2011 году был президентом Российской социации по сядественной общественности. Мы очень много с ним вместе работали, взаимодействовали, так что очень приятно. В первый раз тебя видеть здесь в этом качестве, в другом. Если говорить к теме, которую с большевистской прямотой поставил Алексей, джар-лоббизм, чем отличается одно от другого лучше, чем бывший вице-мэр Екатеринбурга Илья, я не скажу. Он очень кратко, буквально скороговоркой, видно, большой профессионал сделал различие. Я в течение оставшихся полутора минут буду расшифровывать то, что он сказал. Что сказал Илья? Он сказал, когда к чиновнику приходит с бутылкой коньяка Хеннесси ХО, это джар. с тобой хотят простроить отношения. А когда к тебе приходит не только с бутылкой коньяка, а с проекта постановления, где ты должен поставить свою подпись, то что Илья говорит? Это уже извини, это не джар, это уже лоббизм. Поэтому давай мы сядем с тобой с другой столик и будем это обсуждать. Резюме. Джар, Government Relations. Если очень коротко, что такое джар? Это отношения. Когда вы занимаетесь простройкой отношений с органами власти с помощью бутылки, цветов, чего-то еще, билетов на Олимпиаду в Сочи, я имею в виду, билетов куда-то еще в театр, если тот человек, с кем вы простроите отношения, интересуется театром, то это джар, Government Relations. А если вы хотите получить решение, а что такое решение? Решение – это подпись под нужным вам документом. Это лоббизм. Поэтому это я все расшифровываю, что Илья сказал в течение минуты. Итак, с бутылкой приходит, это отношение устраивает, джар, а с бумагой, где надо поставить подпись, решение, это лоббизм. И заканчивая мой монолог, очень длинный, и боюсь, что малоинтересный для тех, кто не занимается ни джар, ни лоббизмом, я бы такой образ привел в пример. Джар – это мост, который специалист в области джар строит между своим бизнесом, который он представляет, с одной стороны, и властью с другой стороны. А лоббист – это человек, который в любой момент времени, днем, в скобках и ночью, может по этому мосту пройти, и решить какой-то вопрос. Когда мост понадобится лоббисту, никогда неизвестно, но мост должен быть. Поэтому регулярные принесения коньяков и многих других радостей в кабинет чиновников – это не второпростройка моста. В какой-то момент человек, который строит эти отношения, придет, как говорил Илья, без бутылки, но с бумагой, на которую надо поставить подпись. Вот отличие от чего. – Хотел бы уточнить, Александр, когда говорил о лоббизме, он говорил, что вот у нас он весь такой нецивилизованный, а в Европе и в Америке там устоявшиеся институты, то есть нас отличает от Европы и Америки только степень цивилизованности, как это мы с коньяком в кабинет, а там публично только за обедом в приятной обстановке. – Это я не знаю, что он веду. Значит, Александр, к сожалению, он говорил в этой части так, как говорил. Я так понимаю, все-таки, наверное, Александр, придется вас интерпретировать, что нет цивилизованный лоббизм, когда ты вместе с документом, на который Илья должен поставить подпись в то бытность его вице-мэром, ты, пытаясь Илье, всучить пакет какой-то, куда мы здесь на столе что-то найти, это вот нецивилизованный лоббизм. А цивилизованный лоббизм, когда этот пакет вручается, но в совершенно другой форме, не в форме пакета, а в форме чего-то еще, это вот цивилизованный, понятно. То есть нецивилизованный лоббизм, наверное, это дача взятки, просто под решением, я бы сказал так, вознаграждение чиновнику, от которого надо получить решение. Секундочку, насколько я понимаю, я сейчас, уйду в технологию, насколько я понимаю, есть, опять же, в странах, где регулируется лоббизм, размеры возможных подарков тому или иному чиновнику. То есть любые дополнительные блага, то есть если, как это я не пригласил его выпить, коньяк за публичным ужином, а принес ему бутылку дорогого коньяка стоимостью более, чем, не знаю, там 10 долларов, условно, все, я его уже подверг коррупции. То есть, соответственно, насколько я понимаю, цивилизованный лоббизм как-то должен осуществляться без материальных благ. Цивилизованный лоббизм – это лоббизм, который происходит в рамках закона, а именно подкуп должностного лица, который принимает то ли быное решение в виде подарков, запятая взятки, карается соответствующей статьей УК Российской Федерации. Я думаю, что, ну, проще у Александра спросить, смотрите, как мы Александра интерпретируем вместе с Алексеем. Я не очень понимаю, что такой унициализованный лоббизм, если не интерпретировать это как дача взятки. То есть иначе, чем коррупция. Да, иначе, чем там. Я понял. Вот, и я как-то активно кивал против даже моего вопроса в формулировке. Что? Да, во-первых, я хотел сказать, что люди, которые зарабатывают на лоббизме, существуют. В России они называются решалы. То есть целая категория. Нужно будет, могу познакомить с парочкой. Люди, которые действительно построили мост, говоря образами, соответственно, Игоря, у вас моста нет, у него мост есть, соответственно, он ваш, этот мост дает вам в аренду. За что получается соответствующее. Ну или там за деньги перевозят ваш груз через этот мост. Пользуются всем же образом. Это есть. А разница между российскими… Это категория людей, условно говоря, они не чиновники, не бизнесмены, они это друзья. Они обычно бывшие чиновники. Обычно все-таки самый лучший способ для налаживания контактов это побыть внутри касты. Касты чиновничьи. У нас же все очень интересная ситуация. У нас де-факто, я многим объяснял, специфика некого такого квазикастного общества. У нас самый, извиняюсь, задрипанный чиновник круче любого самого крутого бизнесмена. В целом, он себя ощущает так. То есть очень похуже. Поэтому для того, чтобы построить отношения с чиновниками, нужно быть в их среде. Так отношения строятся проще. Второй момент, который я хотел бы обратить внимание, лоббизм – это не коррупция. К сожалению, не надо отождествовать лоббизм с коррупцией. Коррупция, на мой взгляд, тогда, даже не тогда, когда чиновник, то лениновство тем или иным способом получается материальное стимулирование или материальную выгоду, хотя обычно это так. Коррупция, на мой взгляд, это тогда, когда страдает общественный интерес. Чиновник, собственно говоря, должен быть на защите общественного интереса. Бизнесмен должен получать прибыль, сверхприбыль, монополию. То есть хотеть бизнесмену не вредно, он должен хотеть. Должен стараться, соответственно, максимально улучшить положение своего предприятия. Не стремиться к каким-то высоким, сверхвысоким задачам. Он идет с конкретной целью. Ускорить, заработать, ну и так далее. Без те честный интерес должен чиновник. Собственно, зачем он и поставлен. И вот если, собственно говоря, взаимоотношения бизнесмена и чиновника нарушают общественный интерес, виноват он чиновник, независимо от того, за доброе слово, потому что он родственник, потому что он получил денег, потому что он получил билеты в театр, все это является коррупцией. К лоббизму это не имеет никакого прямого отношения. Косвенно да, прямого нет. Спасибо. Можно только короткий уточняющий вопрос? А вот вы как бывший чиновник относитесь к категории решал? Нет, я не беру на себя такие задачи. Более того, я могу сказать, что мы в своем бизнесе, учитывая то, что сегодня работа с государством очень опасная зона, мы не участвуем в конкурсах, принципиально приняли здесь решение не участия в конкурсах, вообще мы считаем государственные деньги проклятыми. То есть собственный опыт похода в муниципальную власть как бы привел к таким решениям? Не совсем. То есть просто видите, извините, что я просто отвечу на вопрос, постараюсь быть кратким. Я старался приложиться той же самой ситуации. Я старался общаться с максимальным количеством людей, которые, ну как бы так-то, прямо неприятные, стараться не неприятные, стараться как бы улучшить немножко те бизнес-процессы, которые существует власть. Власть работает не очень эффективно, если можно было помочь, я пытался помогать. Более того, выявилось несколько случаев, когда потом уже, когда я ушел из власти, когда некоторые люди брали деньги за решение вопроса со мной, клали деньги в карман, решали вопрос бесплатно, поскольку мне можно было объяснить, почему нужно было решить тот или иной вопрос. Но перед своими собственниками или учредителем отчитывали, что деньги донесены. То есть вот он, профессиональный лоббизм. Это профессиональный лоббизм существовал. Да, я старался это сделать, поскольку человек не бедный, по большому счету, вот так вот побираться, как сейчас там публикуются, соответственно, какие-то там 300 тысяч, или сколько там чиновник взял прямо за столом, ну это просто стрёмно, на мой взгляд. Находясь вне власти, мне сегодня для решения вопросов с существующей властью, не только, собственно говоря, на территории Свердловской области хватает прежних контактов. Точно так же, если вопрос касается необходимости какого-то дополнительного экстрастимулирования, мы не решаем вопрос. Мы понимаем, что участие в конкурсах и прочих мероприятиях, соответственно, все равно приведет к какому-то нежелательному интимному контакту с теми или иными чиновниками. Мы этого просто избегаем, закрыли себе эту тему. Я понял, то есть это не путь к лоббизму, а путь к джару, то есть путем такого похода. Мы считаем, что это очень опасная, взрывоопасная зона, нам есть ничем зарабатывать, кроме этой зоны. Я понял. Но вот Александр явно как-то против нашей дискуссии. Нет, я не против, просто я разрываюсь от желания либо мне продолжить сыпать примерами американского опыта, либо поиграть вот в ту метафору, которую вы предложили, там стол, коньяк, пакет и так далее. В этой всей конструкции не хватает одного элемента. Без разницы, что будет на столе, что будет на столе, коньяк или пакет, важно, что происходит за пределами этой комнаты. Если это комната с закрытыми темными стеклами, рано или поздно этот коньяк превратится, и он имеет тенденцию в закрытых помещениях превращаться в тот самый злополучный пакет. А если это шоу «Дом-2»… Нет, дело… Да. Как бы это смешно, может быть, не звучало, не выглядело, важно, что проходит за окнами этого, значит, этой комнаты. Если за этой комнатой стоят люди с пикетами, с плакатами, не подписывай, это есть одно из основных условий цивилизованного лоббизма. В тех странах, про которые я вёл, про Европу и про, значит, Соединённые Штаты Америки, там альтернативой корпоративному лоббисту… Кстати, показательно, что вот когда… Артём, да? Артемий, когда рассказывал, какие виды лоббизма существуют в России, он ни слова не сказал про возможности какого-то лоббизма со стороны общественных организаций, людей, которые бы отстаивали свои интересы. А это очень важно. И в Европе, и в Америке полным-полно, значит, организаций. В Америке они, значит, существуют самостоятельно и сильны с самого, так скажем, рождения Америки, потому что это исторически там сложилось, что общество любителей стрельбы может там мобилизоваться и за неделю собрать там, условно говоря, 7 миллионов подписей. Но это мы сейчас типа про гражданское общество, да? Ну, и в том числе, потому что один из… А я правильно понимаю, если там не подписывай, потому что с пикетами. Вот купил Казицын месторождение никеля в Воронежской области, да? И, соответственно, вышли против него с пикетами местные казаки и сказали, сейчас будешь добывать весь никель и погубишь нашу родную Воронежскую область. То есть, это, собственно, гражданское общество помешало лоббистским интересам Андрея Анатольевича. Ну, так может показаться на первый взгляд, если не знать всей предыстории этого вопроса. На самом деле, там тот, кто занимается этим вопросом, совершенно очевидно, там, что за ушами всей этой гражданской шумихи торчат уши. Уши Потанина. Да, 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 да. Это общеизвестный факт. А чистый пример гражданского лоббизма я могу привести в Екатеринбуре. Я просто про пикеты. То есть, в нашей действительности далеко не все пикеты спровоцированы гражданским обществом и чьими-то другими интересами, нежели интересы другого бизнеса. Этот, по-моему, на Западе примерно так же. Соу-соу сказал. Окей. На самом деле, Алексей, я тянул руку. Мне хочется Илье вопрос задать сейчас по поводу того, что он сказал. Илья, правильно я вас понял, когда вы пытались нам объяснить, чем разница между цивилизованным и не цивилизованным лоббизмом, в итоге прозвучала следующая фраза, что настоящий цивилизованный лоббизм это тогда, когда чиновник и бизнесмен что-то делают, что находится в общественных интересах. Вот если общественные интересы нарушаются, не противоречат общественным интересам, то этот чиновник сделал свою хорошо там, да, работой. Это цивилизованный лоббизм во взаимоотношении между чиновником и бизнесменом. Вопрос у меня тогда такой. Речь идет, предположим, о строительстве объектов на Олимпиаде. В итоге приходит строительная компания к чиновнику, соответственно, чиновник дает этой строительной компании подряд. строительная компания благодарит его в размере 50 или 60 процентов от подряда. И дальше в общественных интересах делается Олимпийский объект. И все люди счастливо, рады, потому что объект построен, общественные интересы никак не нарушены, потому что нам с вами, в общем-то, мы смотрим Олимпиаду, мы очень радуемся. И чиновник здесь чист в белых перчатках, так как общественные интересы не пострадали. Я правильно понял вашу фразу? Нет, неправильно. Если, соответственно, компания выиграла конкурс, правильно организованный конкурс, не специальными условиями, которые сделаны под конкретную компанию, а, собственно, откуда и появляется откатаемкость. Если конкурс проведен правильно, откатов не может быть, потому что цена в нормальном конкурсе прижата до нуля. В коммерческом бизнесе, в обычном бизнесе существуют откаты какие-лины благодарности, бонусы, но они никогда не измеряются цифрами 50-60 или сколько-то процентов, о которых говорят, не буду говорить про органы власти. В данном случае общественный интерес пострадал, потому что при расходе общественного богатства прошло на счету наши с вами налоги, поэтому в данном случае решение чиновника является коррупцией, а не лоббизмом. Не только лоббизм, но и коррупцией. Вот так. Так, Игорь, ответ. Маленькая просто историческая справка, не могу не сказать. Лет, ну это было 6-7 лет назад, наш коллега с Алексеем Глазириным по РАСО, бывший специалист в области пиар, занял очень высокий пост в одной из государственных монополий, большой государственной монополии. И, соответственно, наша консалтинговая компания предложила определенные услуги в области пиар этой компании. И этот человек мне сказал, Игорь, да, можно это сделать работу, но помни, значит, 40% обратно. Я ему говорю, Вася, подожди, как же мы знакомы с тобой много лет, по РАСО, каких 40%? Он мне говорит, Игорь, извини, это политика корпорации. Я тебе вот практически говорю, политика корпорации. Я потрясенно говорю, а как, это что, действительно так? Он говорит, да, это так. А как это делается? Он говорит, узнаешь в свое время. 40% согласен, тогда можем иметь дело. Поэтому, я не знаю, откуда у вас информация, что таких откатов нет, я вам практически сообщаю. без названия. Илья говорит не о том, что нет откатов, то есть он говорит о своей позиции. 40% политика государственной корпорации, которую мне говорит высокопоставленный чиновник, это некоторая политика откатов, которую они берут у заказчиков. И дальше, на самом деле, если, если, предположим, наш разговор слушают, обученные, слышали тогда, обученные для этого люди, и они серьезно в этом начинают разбираться, и цепочка через этого человека приходит к руководителю корпорации, который очень известный человек. Дальше, я уверен, разговор происходит следующим образом, когда уже на самом верху происходит разбирательство. Когда вот этот человек, руководитель государства, корпорации, говорит кому-то, Иван Иванович, вы же постоянно нас спрашиваете финансировать какие-то проекты, олимпийские, стройки, какие-то наш там имидж России за рубежом, а деньги где взять? Где взять деньги? Поэтому, да, вот мы в корпорации приняли решение создать такой фонд, как он называется, внебюджетный фонд, в котором собираются деньги. В противном случае, Иван Иванович, мы ваши проблемы, которые вы нам регулярно ставите, решить не можем. Я думаю, приблизительно такая схема существует. Ну вот, это я просто вам рассказал совершенно конкретную историю. Спасибо. Илья, Позвольте еще раз уточнить буквально секунду. Я говорю о бизнесе, а не говорил о госкорпорации. Госкорпорация – это такое специфическое достаточно образование, ну, в смысле, которое, ну, по сути дела, формально является бизнесом и ведет себя очень часто по принципам работы органов госвласти. Поэтому я не уверен, что там формируется фонд, вероятно, это просто кормушка, которая пользуется, ваш знакомый, или его руководитель, который поставил вот такие условия, всех собирает 40%. Я говорю о чистых компаниях, которые имеют нормальных акционеров, заинтересованы в том, чтобы деньги из его кармана не вынимались и по своим карманам не рассовывались и никому не дарились. Я уверен совершенно, что если мы говорим… Я не говорю, что в бизнесе отсутствуют откаты. Они существуют. И в моем бизнесе существуют на закупках откаты. Но то, что мы с этим боремся лучше и эффективнее, чем государство, гораздо… Это факт. Поэтому там другие ставки, там нельзя украсть 40%, просто невозможно. Именно поэтому, мне кажется, при… Сама по себе идея при строительстве того же Сочи и прочего, то есть раздача объектов в руки частных инвесторов, которые в целом должны были эффективно… Были эффективнее тратить деньги, чем потратило либо государство самостоятельно, либо государство через госкооперацию. Поэтому вот… Добро пожаловать. Добро пожаловать. Для Олимпиады Потанин вот только на телевидении не стонет, как он разорился на строительстве сочинских объектов. Отдельный разговор, да. Спасибо. Артемий, вам есть что добавить в нашу дискуссию? Мы как-то ушли от темы лоббизма к теме коррупции, но… Ну, на самом деле, по-моему, нет. Потому что, как я говорил, 90% моего времени, рабочего времени, занимают решение вопросов лоббизма. Именно лоббизма в классическом смысле этого слова. Так вот, из этих 90% времени, 0% времени и личного, и рабочего, у меня было как-либо связано с элементами коррупции. Причем не в том плане, что с меня просили, я не давал, или я давал, у меня не брали, а в том плане, что этих элементов вообще не возникало. Хотя может показаться, что это парадоксально. Я руковожу государственной компанией, я общаюсь с государственными органами, как же так получается. Но сперва я, может быть, завершая вот тему, которую вы подняли, я расскажу историю, которая была со мной около 10 лет назад в другом регионе на севере страны, когда в небольшом городке, в маленьком городке с населением порядка 30 тысяч человек произошла коммунальная авария. И в бюджетах регионального и, в смысле, муниципального и регионального там денег на его локализацию не было просто вообще. И мэр города, он вот так же ходил и просил у частных, у государственных компаний, у кого-то денег на то, чтобы собрать по, вот, на локализацию этих задач. И, ну, с нами, там, слава богу, до нас это не дотянулось, а наши хорошие партнеры по бизнесу, которые как раз строили завод, они вынуждены были, понимая прекрасно, что если последствия эти аварии не локализуют, то там банально город вымрет и на их заводе работать не будет никто, они вынуждены были напрячь всех своих подрядчиков в объеме примерно 10-15% от суммы работ выполнить работы на этой коммунальной аварии, там, закупить трубы какие-то, выкопать какие-то котлованы и так далее, и так далее. Вот, этот элемент, он показывает, что на самом деле не все так просто как раз в поддержку, наверное, или о том, что коррупция это настолько сложный механизм, внутри которого существуют в том числе и элементы, направленные на решение каких-то вопросов, потому что вопросов общественно полезных, потому что если к вам приходит человек и говорит дай мне 10% от работы, я потрачу их на покупку трубы в каком-то муниципалитете, это приходит чиновник, говорит, я потрачу их на покупку трубы в каком-то муниципалитете, который там остался условно без газа, воды, света, неважно чего, то формально это коррупция, потому что вы ему даете деньги, а фактически это нет, потому что он в рамках существующей системы пытается использовать все доступные ему ресурсы для того, чтобы решить стоящую перед ним проблему, и это наверное не будет коррупцией. Я сейчас приду с вопросом Игоря Ментуса. Я наверное не очень ясно свой пример, изложил бы не очень подробно, вот этот друг мой, товарищ, который спросит у меня 40%, он мне говорил, Игорь, пойми, это же я не себе в карман, это политика корпорации, если ты думаешь, что я кладу себе в карман, на ремонт трубы, и дальше он стал говорить про некоторые цели определенные, поэтому сейчас фактически вы фактически воспроизводите схему разговора человека, который со мной как потенциальный клиент с консалтной компанией говорил, объясняя, что 40% это вообще-то если я думаю, что это деньги пойдут на там что-то, нет, конечно, ни на какие дачники, виллы, это просто, да, это на решение задач, которые высшего порядка, который тебе игры не понять и тебе не обязательно не знать, потому что это политика нашей корпорации, поэтому 40% это резюме тебе для объяснения, я правильно понимаю, что фактически то же самое сейчас говорите? Наверное, да, ну и это наверное особенность как раз нашего учета, ну в первую очередь бухгалтерского, потому что... Артемий, вы не считаете вот такие случаи появлением там коррупции или не цивилизованности? Нет, я согласен с Ильей, что в моем понимании коррупция это когда нарушаются общественные интересы именно общества целиком, потому что бизнес, он конкурирует на разных этапах, и я вот честно скажу, я настолько далек от мысли думать, что у нас бизнесмены используют государственную власть и доступ к чиновникам для того, чтобы решить свои проблемы, а за рубежом этого нету, вот поверьте мне, это настолько... в этом никто не говорит, но я правильно понимаю, что вот практика, которую очень хорошо сформулировал Дуар Таргадович, нравственный налог на бизнес, помнится, это было, да, то есть, если я ей позвонил, как бы, решил там проблему, не знаю, футбольного клуба, Урал там, или ремонта какой-нибудь трубы, а потом этому бизнесмен, ну, что-то доброе, конечно, сделал, но это вот такой нравственный налог на бизнес, то есть, это не коррупция, это... За рубежом это называется социальная ответственность бизнес, ССР, по-моему, и это мы учат в институтах, в университетах, это присутствует как обязательный элемент политики, и вот если наши компании вынуждены просить на этот самый социальную ответственность бизнеса, условно вернуть там непонятно как, то зарубежные компании могут просто отчислять средства на специальные фонды и тратить их тогда, когда... Если для этого нет законодательных условий и практики ведения бизнеса, не кажется ли вам, что такая отечественная практика, хоть и косит под социальную ответственность западную, по сути, все равно является коррупцией, поскольку порождает некий несанкционированный и неконтролируемый поток средств от бизнеса в государственные интересы, интересы конкретных чиновников. Здесь интересов конкретных чиновников нету. Вот в том-то и дело, что... Здесь есть интересы страны, интересы корпораций. Какие конкретные люди, друзья? Страна, еще в стране идет, олимпиаду провести, я прошу прощения, что вас перебиваю, только у нас идет такая нехта. Правильно, ни Иванов, ни Петров, ни Сидоров, просто есть политика, политика корпорации, которая решает какие-то задачи. То есть некоторый туман, такая тень на плетень. Вопрос, платится с этих 40%, которые возвращаются обратно налоги, не платится мы, общественность, об этом не знаем и никогда не узнаем, потому что цели у государства такие высокие, что не нам, смертным, гражданам России, знать, мы не можем посмотреть. Я же на самом деле не возражаю из той прибыли, которую получаю, положить 40% на какие-то благородные, гуманные дела, пусть в обязательном порядке. Например, на строительство олимпийского объекта. Мне будет приятно, это мои скромные 40%, я принял участие в этом, либо на что-то еще. А так я их отдаю в никуда. Я их отдаю... Вот, что я сделал, что говорить, если я правильно понимаю. Ну, то есть, это как раз о чем я и говорил, о том, что это специфика, ну, или несовершенство законодательства, когда ты фактически это сделать не можешь. Вот, я, так как я оперирую в Верхней Салде, меня очень часто города, там, депутаты из Верхней Салды, из Нижней Салды, они просят помочь деньгами на какие-то объекты, нужные объекты, там, реконструкции, садик, или еще что-то, еще что-то, я этого сделать не могу, потому что тогда, когда ко мне моментально придет прокуратура, и меня посадят за то, что я нецелевым образом использовал бюджетные средства. И будет право, потому что я действительно, мне дают, мне бюджет, то есть, там, вот, там, вы все даете мне деньги на то, чтобы построить, там, конкретный объект за, там, минимальную цену с надлежащим качеством. И если я эти буду деньги тратить не на этот объект, а по своему усмотрению на детский дом, садик и так далее, то это не целевое использование. Так вот, но этот детский садик разрушается, что-то с ним надо делать. То есть, я все-таки правильно вас понял, что так как вы не можете использовать на нецелевые расходы ваш бюджет, именно поэтому вы создаете небюджетный фонд, о котором я говорил в самом начале. Неправильно. Давайте я вас прерву, чтобы вы не уходили вот, как это, в фантазии такие заоблачные. Вот, нет, неправильно. Я привел свой пример, который показывает. Естественно, мы не создаем этих фондов, потому что это в нашем случае не рабочий инструмент, но мы можем использовать другие рычаги в нашем понимании цивилизованные. Например, я понимаю, что детский садик разрушается. Я иду федеральному чиновнику, который отвечает за программы выделения средств на какие-то социальные объекты муниципальные и нахожу его заинтересованность не финансовую, подчеркиваю, почему я и начал говорить о том, что у нас мы скатились к обсуждению коррупции, хотя лоббизм это значительно более широкое понятие. У каждого человека кроме финансовых интересов есть куча других интересов. Если потратить 5-10 минут своего времени на то, чтобы подумать, каким образом это, чем другим можно заинтересовать этого конкретного человека, что еще ему интересно в жизни, кроме денег, машин, квартир и так далее, у всех людей, которые принимают решения, именно я говорю про людей, принимающих решения, у них есть другие интересы, не связанные с ними. Деньги – это не их интересы. Почему, что я сижу? Нет, вот я, возможно, скатываюсь в некоторый пафос, но я еще раз подчеркиваю, когда ты тратишь немножко времени на то, чтобы подумать, каким образом ты можешь совместить то, что нужно тебе, например, детский садик отремонтировать, или получить федеральный средственный проект, или построить, расширить дорогу. Прежде всего, первую мысль понятна, спасибо вам за позицию, вот там у нас Александр хотел высказаться, единственное теме, вы как-то со словами чуть осторожнее вы сейчас сказали фразу, которая, как это, мне тоже показалось странной, лоббизм – это немного шире, чем коррупция. То есть… Ну, вообще-то, чтобы это, чтобы вы понимали и знали, весь лоббизм, во всяком случае, в Соединенных Штатах, он изначально начинался с коррупции. Не было вначале никакого… Не было никакого лоббизма. То есть, как мы на начальной стадии лоббизма находимся. Совершенно верно, потому что история лоббизма в Соединенных Штатах Америки, она заключается из истории, кто, где, когда, какой конгрессмен получил, за что, и какие документы этому имеются. Это все продолжалось вплоть до 19 века. В 19 веке еще это была нормальная практика. Вот там есть, конечно, совершенно потрясающие, шикарные примеры, которые, ну, шедевральные, да, про этих лоббистов, когда Сэмюэлю Культу нужно было… смотрите, вот была коррупция, взятки, подарки, не знаю, там, проститутки, а потом гражданское общество сказало, как-то это надо все цивилизовать, и появился институт лоббистов, когда это все загнали в ассоциации, и теперь без взяток, без женщин, но цивилизованно, но все то же самое. То есть, тогда получается, что Артемий прав, когда он говорит, что лоббизм – это все-таки немного шире, чем коррупция. То есть, изначально коррупция, а потом мы научились за красивыми словами скрывать интересы бизнеса и достигать… Наверное, все-таки лоббизм – это уже, чем коррупция. То есть, лоббизм, коррупция предполагает интересы и деньги. Давайте я лучше расскажу историю. Как это было в Америке, в каких это антуражах проходило. Сэмюль Кольт, ему нужно пролоббировать, было какое-то решение, значит, в Конгрессе. Что он сделал? Он рассылал подарочки, инкрустированные золотом и эти, и драгоценными камнями, значит, свои изделия, пистолеты. И эти все подарки, значит, разносили девушки легкого поведения конгрессменам. Вот, это все описано, да, и при этом, как это сказать, они, да, когда они все это разносили, это было все совершенно доступно. Что касается перехода от коррупции к лоббизму, каким это образом было в Соединенных Штатах Америки. Во всяком случае, как это описано в этой, в литературе. Значит, там был президент, сейчас не вспомню его. То есть, все-таки они умеют это поставить на красивую ногу, то есть, пистолет, да еще инкрустированный каменями. У нас это еще при царе было, сейчас уже дальше шагнули. Да, а в другой раз очень находчивый лоббист, он открыл казино прямо напротив Конгресса, и ему даже не приходилось никаких денег этим конгрессменам платить, они просто своими решениями расплачивались за карточные, за свои долги, которые они сделали за игровым столом, это все тоже задокументировали. в российской истории примерно то же самое, да? Вот, был президент, который до того, как он стал президентом, он был ученым, кстати, он был ученым, и он изучал все эти процессы, и именно он дал старт ограничениям коррупции, и, значит, поднял вопрос о том, что эту деятельность нужно все регламентировать. То есть, это произошло неестественным каким-то образом, и в России это естественным образом не произойдет, то есть, нужен какой-то толчок, нужно какое-то усилие власти для того, чтобы все в цивилизованное русло перевести, но... Люблю ученых, они обоснуют историческими примерами, как это потребование любого законодательства. Давно же говорят о потребностях регулирования лоббистской деятельности в России? Вот, Александр, можно я одну фразу скажу? Я как раз... Коррупция, это как раз элементарный лоббизм. Это ситуация, когда люди пошли по пути наименьшего сопротивления. Это ситуация, когда люди не постарались подумать о том, каким образом можно сделать так, чтобы все стороны были заинтересованы. Пошли и купили конкретное решение, доступ куда-то или еще какое-то благо. Это банальный акт купли-продажи. Лоббизм это ситуация, когда ты пытаешься совместить свои интересы и интересы каких-то других участников процесса, выстроить единый вектор, в котором можно было бы их синхронизировать. Потому что, например, считается, что у нас в стране стопроцентные органы власти коррумпированы, и все, что происходит вокруг государства, это одна чистая коррупция. Как в любом обществе, это далеко не так. Я могу подтвердить, что сейчас на определенном уровне по крайней мере региональных властей взяток не берут, боятся. Вопрос даже не боятся. Не совсем так. Понимаете, я занимаюсь проектным управлением уже 15 лет и начинал с ЮКОСа. И поэтому я вижу, как изменяется система взаимоотношений и внутри правительства. И там правительство, она в каких-то аспектах скатывается вниз, но в каких-то она достаточно серьезно развивается. Потому что если брать федеральные органы власти, ну по крайней мере например с кем мы работаем, там Минэкономразвитие в основном, то туда пришли люди примерно моего возраста, может быть там чуть старше, которых, ну не то, что их деньги не интересуют, но они их не интересуют в принципе в плане того, что вот давай ты там мне подпишешь и за это получишь. Может быть вот последнее поколение, предыдущее поколение очень хорошо в этом разбиралось, особенно в Минэкономразвитии. Вот, возможно, но вот ситуация, она как бы меняется в любом случае и среда, в том числе и чиновниче, она очень неоднородна. Извините, что прерываю, то есть исключительно регламента ради. Илья, и потом собственно говоря у нас вопрос в зале созрел. Спасибо. Ну вот закончить тезис. Я уже пытался сказать, соответственно, лоббизм не шире, не уже коррупции. Коррупция, возможно, одним из симптомов лоббизма, возможно, без лоббизма. Это вообще некий параллельный процесс, такое некое заболевание лоббизма, детское заболевание лоббизма, если хотите. Само по себе лоббизм, я еще раз повторяю, я воспринимаю как положительную ситуацию и даже не потому, что рискует общественный интерес. К сожалению, у нас государственная машина ржавая, неповоротливая, механизм лоббизма вступает в роли и некоторые смазки. То есть, я не уверен, что сегодняшнее состояние, я тоже считаю, что возможно регламентация, возможно, перенос основных функций лоббизма на профессиональные союзы, начиная с торговой промышленной палаты и союза промышленных предпринимателей, но простите, сегодняшнее состояние этих замечательных, глубоко уважаемых органов таково, что предприниматели все-таки предпочитают это делать самостоятельно, и не только РАИОС и Ростехнологии. Тот же самый Артемий не обращался в эти палаты, вернее обращался, но много, 90% делал самостоятельно. Это просто некое состояние этих обществ. В перспективе, конечно, у нас будет, как в Америке, конечно, нужно регламентировать процедуру принятия чиновниками решений, начиная от времени и заканчивая именно бизнес-процессом, процедурой. Понятно, что нужно в конце концов вводить закон о расходах чиновников. Это позволяет, соответственно, не следить за каждой следить общее количество бутылок, полученных за тот или иной привет. То есть бутылки и билеты в театр останутся, но как минимум не будет вот этих значимых каких-то несоответствий между доходами и расходами, что, сами понимаете, блокируется долго и говорится об этом давно и наверняка когда-нибудь будет принято. Все это не должно приводить к тому, что лоббизм – зло. Лоббизм существует везде, лоббизм нужно регламентировать. Понятно, что нужно бороться против того, чтобы в лоббизме появлялись симптомы коррупции, но мне кажется многим вещам, которые сегодня в стране все-таки происходят, независимо ни от чего, мы должны быть благодарны именно лоббистским возможностям наших предпринимателей. И еще одна буквально реплика. Например, того, что без нормальных отношений с чиновниками долгие годы, возможно и сейчас, например, в отдельных городах и в Севловской области тоже построить ничего нельзя. Ну просто невозможно. В силу того, что у вас не пройдешь 40 угов ада с соблюдением всех процедур. Вот ты там сдохнешь за 7 лет. То есть если ты не умеешь хотеть вопросы, если ты не обладаешь лоббистскими ресурсами, возможностями, ты просто не построишь. Не потому, что какой-то конкретный чиновник помогает взятку или там лично вставляет тебе палкой в колеса или крюк в ребро. Просто система не заточенная, гружавый механизм, нет смазки, не работает. С точки зрения фонда, то, что говорил Артемий, прошу прощения, тут один из главных пострадавших. Когда я пришел в пострадавших или как угодно, когда я пришел работать с замглавой в 2006 году, у нас существовал бюджетный к тому времени фонд, он раньше был небюджетный, потом стал бюджетным, по развитию коммунальной инфраструктуры. Ситуация была следующая. Земля раздавалась бесплатно на основании писем. Ну то есть не было аукционов, люди не платили за землю. Муниципальная земля, ресурс невосстанавливаемый и тот же самый участок продать повторно невозможно. Дом построили, все. Муниципалитет, то есть мы с вами как общественная, общественность, и наш общественный интерес по сути дела пострадал. У нас нечего, не осталось этого куска. Коммунальные компании, энергетические компании проходили этап реформ, и не было ни надбавок, ни инвестиционных надбавок, ни платы за подключение, которая сейчас введена. Ну в общем, не было их источника для развития. Мы понимали, что мы когда выделяем эту землю и предоставляем бесплатно подключение к сетям всевозможным, да, там, канализация, электроэнергия, водопроводу, мы тратим невосполняемый ресурс. Землю и коммунальный ресурс. И на муниципалитете совместно с депутатами было принято решение. Это был ненравственный налог, это было законодательное решение. Это было, деньги поступали в мою бытность уже в бюджет. Деньги расходовали целевым образом под контролем депутатов на развитие коммунальной инфраструктуры. Было протестовано прокуратура, были заведены уголовные дела. Несколько моих коллег, к счастью, я от него упал, попал только в свидетели. Система была похоронена, потому что, да, формально она была незаконна. Вернее, она была законна, но такая, квазизаконная система. Да, мы действительно убеждали, как это при помощи доброго слова и пистолета, предприниматели скидываются на развитие коммунальной инфраструктуры. Мне кажется, что вот это, если мы говорим о масте, образ, который Игорь предложил, это просто с двусторонним движением, да, и то, что вы говорили нравственные налоги, это некая обратка со стороны государства. Да, мы пришли с его просьбой, но, как правило, у частного государства есть и обратные, обратные, соответственно, пожелания в отношении бизнеса. И не будь лоббизма, не будь построенного именно бизнесом моста в сторону государства, невозможно было решать и те задачи по развитию, по ремонту детского садика, о котором мы говорили, по развитию коммунальной инфраструктуры, к ТЛЯ, в ситуации несовершенного российского законодательства. Вот теперь все. Спасибо. Все-таки давайте дойдем на одну реплику. Да, одну. Ну, я вот как соавтор учебника немного жалею, что мне кажется, в этом учебнике мы ввели вот этот термин цивилизованный лоббизм и нецивилизованный лоббизм. Почему? Язык русский все-таки очень богат, и я сейчас вот ответственно понимаю, что нецивилизованный лоббизм это, конечно, коррупция. Но поскольку коррупция и взятие откатов в России является достаточно нормальной практикой, и она не очень комфортно называть коррупцией, называется нецивилизованным лоббизмом. Поэтому есть, то есть, есть коррупция, есть при преступлении в соответствии с действующим УК, есть лоббизм. И два конкретных примера, очень маленькие, что такое нецивилизованный лоббизм. Я сейчас, как известная вдова из известной комедии Гоголя, высеку сам себя. Когда мне вот этот товарищ, возвращаясь к прошлому примеру, сказал про 40%, я очень возмутился. Обратите внимание, чему я возмутился. Я не возмутился тому, что он попросил откат. То, что если бы он сказал 10%, 20%, я подумал, цивилизованно, нормально. Он сказал 40%. Я посчитал, это нецивилизованно, неприлично и вообще нагло. Это вот как бы первый маленький пример. И теперь второе, то, что как раз меня Арсений сподвигнул на этот пример. Прошу прощения, теми. Что такое цивилизованный лоббизм в версии российских чиновников, которые работают, я сейчас буду проявить пример, про одного из них, который находится в администрации президента. Нецивилизованный лоббизм в первой половине 2000-х годов, это когда тебе приходит кто-то и просит поставить подпись твою и, соответственно, тебе дают деньги, ты их принимаешь. Это взятка. Это взятка, это нецивилизованно. Теперь цивилизованно что такое? А цивилизованно, это когда ты чиновник, тебе приходит предприниматель, чтобы ты ему помол в чем-то, и ты говоришь, мне не надо деньги. Зачем деньги? Я хочу стать твоим партнером в бизнесе. Давай мы учредим предприятие и будем партнерами. Я буду получать как цивилизованный человек прибыль. Ну хорошо, пускай там будут зарегистрированы моя там жена-дочка. Вот этот цивилизованный лоббизм, как считают чиновники, некоторые, администрации президента. И вот это такое двойные стандарты. И самое последнее, чему-то я все время сейчас апеллирую неожиданно, что называется, начали за здравие, коллега не берет ни взяток и так далее, и ни откатов, а фактически он все время меня вынуждает на него нападать. Когда я с товарищем общаюсь из администрации, который пришел туда из бизнеса, я говорю про конкретного товарища, в начале 90-х годов он занимался большим бизнесом, потом ушел в администрацию, стал там чиновником. И я вижу, что он принимает участие в бизнесах так называемый цивилизованный лоббизм. Я ему говорю, Вася, ну как ты можешь, ты же в 90-х годах делал бизнес, черт возьми, ты понимаешь, что такое счастлив, а ты чиновник. Когда я все с ним в угол прижимаю, последняя его реакция, а что ты на меня напал? А на западе, посмотри, открой газеты, там же то же самое делают, там же все то же самое, так же, не надо нам говорить, что мы такие, там просто более тонко это делаем, более тонко, менее, там все такие, так что не надо тут говорить, что мы тут россияне что-то делаем, у них то же самое, вот открой интернет, напиши, США, коррупция, миллион статей, поэтому отстанет меня, мы такие же, как они, ну чуть у нас, мы чуть может быть отстали, они еще более тонко делают, поэтому мы такие, как они, у этого товарища есть там дача в одной европейской стране, на берегу, соответственно, море, он туда приезжает, сосед тоже там чиновник какой-то из, предположим, Брюсселя, поэтому их отдыхают дети, он себя чувствует человеком, потому что на самом деле, я не знаю, как чиновник из Брюсселя, там имеют дачу, вопрос второй, она ему там по наследству, возможно, присталась, но у российского чиновника искреннее ощущение, что он такой же, как они, мы такие же с тобой, как в Маугли, одной крови, ты и я, вот это очень грустно, мы даже не понимаем, насколько это ужасно со стороны смотрится, спасибо. спасибо, но все-таки Илья самый оптимистичный, он говорит, да, коррупция, но все-таки это позитивно, то есть вот этот крик просто позитива, он меня сразил, самое сердце, Эдуард, наконец-то, как-то после получаса держания микрофона. Добрый день, ну, для начала у меня вообще создалось впечатление, что термин лоббизм сейчас пытаются нам внедрить для того, чтобы крысу назвать хомячком, вот такой, у меня пиар лучше, у хомячка, а на самом деле я бы хотел поговорить и задать вопрос, то, о чем Илья немножко коснулся, но это не стали обсуждать, это социальная ответственность, и вообще о границах лоббизма, то есть, должны ли быть у лоббизма границы, может ли лоббист лоббировать интересы компании, конкретные интересы, не связанные с изменением среды как таковой бизнеса, с тем, чтобы эти изменения коснулись других компаний, в том числе из этой же среды, из этого же направления бизнеса, а только свою компанию лоббировать, при том, мы же понимаем, что у нас в России нету профессиональных сообществ, тех, которые есть на западе, там, саморегулируемых организаций, которые могли бы заказывать вот эти лоббистские услуги, то есть, по сути-то, мы сейчас говорим о чем? О лоббировании конкретных, чисто, чьих-то конкретных интересов, и вот где тогда наступает граница, когда это лоббирование, которое в рамках той общественных значимых интересов, которые могут быть, а когда это просто вот конкретные договоренности между конкретным чиновниками, конкретной компанией, неважно, приходит, есть ли там элементы коррупции, или есть просто элементы дальних родственных связей, то есть, вот просто все равно конкретные, совершенные договоренности. Окей, если можно, Эдуард, я тогда попробую сейчас переложить этот вопрос для спикеров, если я правильно понял, Кирники мне называется, есть ли перспективы в России перехода от лоббирования интересов каждой конкретной корпорации к отраслевому лоббированию, и является ли социальная ответственность инструментом лоббирования интересов отраслевого или компании? Нет, может ли закон ограничивать лоббизм именно в рамках только социальной ответственности социальной значимости? То есть, как только это выходит за рамки социальной значимости, это теряет уже статус лоббизма. По предмету. Вопрос понятен? Да, Артемий. Может быть, я начну? Ну, во-первых, слушайте, во всем мире, вообще во всем мире уровни коррупции, они там плюс-минус примерно одинаково разные. То есть, в моем опыте, ну, не смейтесь, в моем опыте во Франции мне партнеры, я работал на коммерческую организацию, они работали на коммерческую организацию, мне давали две визитки. На одной были обычные, а на второй были банковские реквизиты для перечисления процента, который на этой визитке был указан. Вот, поэтому у нас действительно, у нас, знаете, проблема не в глобальной коррупции, не в большой, а в мелкой бытовой коррупции, когда мы по-другому уже просто не видим решения этой проблемы. Мы идем все по пути наименьшего сопротивления. Так вот, возвращаясь к социальной ответственности бизнеса, более того, вот смотрите, социальная ответственность бизнеса за рубежом, она родилась как продолжение маркетинга, это исключительно желание компании получить дополнительные конкурентные преимущества при продвижении своего продукта. Поэтому они говорят, что мы не только зарабатываем на вас деньги, но мы еще там делаем что-то полезное для общества в целом. Это из-за чего родилась социальная ответственность бизнеса и чем она по сути является. Граница лоббизма это с одной стороны это общественная деятельность, когда человек перестает лоббировать что-либо конкретное, а начинает лоббировать общественные интересы, а с другой стороны это коррупция, когда достижение каких-то целей скатывается просто в покупку конкретного чиновника. И более того, я считаю, что человек и бизнесмен, который не использует элементы лоббизма, я не говорю сейчас, я убираю за скобки коррупции, я про нее вообще сейчас не говорю, тот, который не использует элементы лоббизма, это плохой бизнесмен, это значит, что он не использовал все доступные для него ресурсы для того, чтобы добиться цели своей организации. И я на месте, например, его акционера, его бы уволил генерального директора, который не воспользовался элементами лоббизма, потому что он с моей акционера точки зрения мог, но не достиг. Поэтому у меня есть собственный бизнес, который не в России, который в управлении, которым я не принимаю тактическое управление, только в стратегическом управлении, я миноритарный акционер, скажем так. Так вот, я смотрю на генерального директора, если он не использует эти элементы, он меня лишил денег, он меня лишил прибыли, потому что он мог это сделать, но не сделал. И задача любого генерального директора, она максимизировать прибыль компании. Если это компания, конечно, Можно я как бы так в догонку вопрос от Эдуарда, хотя он такой, почти профессиональный, покопаться во внутренних всех лоббизмах. Возможно ли регулирование лоббизма не с точки зрения интересов бизнеса, а с точки зрения интересов общества и государства, то есть возможно ли законодательное регулирование таким образом, чтобы компания получала свои преференции законодательные или подобные, только в обмен на эту самую социальную ответственность за счет того, чтобы бизнес решал какие-то общественные. То есть законодательный ответ, дал деньги на олимпийскую историку, молодец, будем давать преференции вашей в отрасли. Может быть такие системы возможны, я просто про них не знаю. С моей точки зрения цивилизованность или не цивилизованность лоббизма определяется как раз уровнем морали в обществе, который существует и уровнем, на котором тебя, как человека, начнут либо одобрять, либо осуждать. Потому что чтобы не говорили, но у нас в стране как бы мы коррупцию не хаяли, мы все ее одобряем. И мы все как бы нарушив правила дорожного, ну хорошо, не все, там большинство, нарушив правила дорожного движения, мы не идем по этой подлинной очереди оплаты штрафа, а пытаемся заплатить его на месте. До тех пор, пока общество как мораль одобряет вот такие элементы решения вопросов, бизнесмены будут их использовать. И на Западе, я вас уверяю, бизнесмены нифига не более порядочные. Просто общество не одобряет тех путей, по которым они пытаются идти. Единственное, когда говорят, у нас общество все поддерживает коррупцию, ну значит я не член общества, я не даю взяток, даже гаишникам. Хорошо, вот сейчас как раз идет изменение структуры морали общества, последнее, ну вот оно сейчас стало заметно. Вот сейчас с этим стали бороться, ну скажем там 5 лет. маленькой моральной части, понятно. Ну какой-то там 5-7 лет назад, ну вспомните, да? Да, Артемий, понятно. Игорь? Что я все время... Нет, мы на самом деле вы сейчас все как-то... Я имею в виду очень, что я эмоционально практически на все тексты вынужден реагировать, которые Артемий произносит. Нет, вам надо еще на вопрос ответить. Отвечу сейчас на этот вопрос. Артемий, смотрите, опять, речь не идет о том, что на Западе, во Франции без смены не берут взяток. Берут ли они взятки, есть ли там коррупции? Есть. Этот вопрос не обсуждается. Но тема, которую ставлю я, она совершенно другая. Я скажу следующее, что в принципе невозможно себе представить, может сейчас это покажется немного грубовато, но в хорошем смысле слова, что вот была такая встреча где-нибудь в Франции, в Германии и так далее, и сидел вот западный чиновник, предприниматель такого же уровня, как и вы, чиновник, и говорил те вещи, которые говорите вы. Вот микрофон. Это просто невозможно представить, потому что за исключением вот этой последней очень важной фразы, здесь я почти даже микрофон положил, когда вы сказали, что про проблемы Досии, что мы достаточно коррумпированная сторона в ментальности в нашей, мы считаем, что я считаю, что дать 10% откат нормально, это хорошо, нормально по-человечески, 40% это уже беспредел, так и многие из нас считают, дать там в больнице либо милиционеру взятку столько, сколько ты можешь дать, это нормально, а когда он начинает просить много, это уже беспредел, здесь я с вами совершенно согласен, но все остальное, когда вы говорите про ценности, так не может рассуждать чиновник западный, очень маленький пример хотел сказать, Соединенные Штаты Америки в 1900, Александр меня поправит, в 1947 году принят закон, по которому все лоббистские компании, которые существуют на территории Соединенных Штатов Америки, все без исключения, два раза в год, два раза в год в отдельный орган конкретный, они сообщают а, имя своих клиентов, б, за что им заплачены деньги, какой тип услуг, и в сумма этих услуг, поэтому этот сайт известен, каждый из нас, из российских граждан может зайти на этот сайт и узнать, сколько в 2001 году РАУЕС, каким лоббистским компаниям Соединенные Штаты платила, за что, сколько в 2005 году платил Дерипаска, это открыто, с этого берутся налоги, и поэтому ваше рассуждение, что знаете, это все сложно построить, как так и далее, очень просто, берите деньги, господа, откаты, откаты в кавычках, 40%, 20%, ну просто я хочу видеть, что, во-первых, с них уплачены налоги, я-то плачу налоги со 100%, которые мне дает корпорация, а 40%, либо 20%, либо 10%, которые дает чиновник, ясно, что налоги с них не платятся, а дальше вы мне можете прочитать про моральный облик строителя коммунизма, что этот чиновник положил деньги в карман без налогов, и, конечно, все, без исключения, он принесет на олимпийскую стройку. Теперь я возвращаюсь... Можно я отвечу? Подождите, подождите, вы как-то личную дискуссию углубились, по-моему. Нет, подождите, вы меня чудовищно не понимаете, то есть вы говорите сейчас вещи, про которых я не говорю, вы вот сейчас говорите то, что я не сказал, потому что я говорю о другом, я говорю о том, что мы как раз, ну, про морали я только что сказал, хорошо, это было правильно понято, мы как раз находимся в рамках, я их не оправдываю, и я в своей бытности я не использую эти элементы, мы как раз находимся в рамках, когда многие вынуждены это делать, я это не оправдываю, и не считаю, что это правильно, и не считаю, что это хорошо. Мы вынуждены, и многие компании вынуждены так себя вести, потому что вот существует такая система законодательства в стране, и вы считаете, что я, ну, мне кажется, по крайней мере, что вы считаете, что я эту ситуацию оправдываю, я ее не оправдываю ни в коем случае, вот, и я говорю о том, что эта ситуация, она должна меняться в определенном русле, если мы там хотим чего-то добиться, то мы, ну, мы как там каждый отдельный человек, он должен на своем участке что-то делать, не идти тупо и говорить, я вот, мне надо что-то, вот тебе там 10 рублей, подпиши мне здесь, а искать другие механизмы, безденежные, бескоррупционные, которые приведут к получению тех же самых результатов, но только будут работать на несколько этапов. Еще раз говорю, я не оправдываю эти элементы, я говорю иногда, что иногда в нашей стране по-другому люди не могут себя вести. Артемий, понятно, вы за и оправдываетесь, потому что, на самом деле, ваша позиция, она, во-первых, предельно понятна, во-вторых, но, на мой взгляд, вызывает уважение, потому что вообще, как бы, в должности руководителя государственной корпорации выйти на этот разговор даже, да, это как-то уважение внушает. Я сразу подозревал, что вам будет сложно, но поднаправдаться абсолютно не нужно, потому что, как раз, мне кажется, что понимание существует. Игорь, ответ на вопрос. Если я все еще, мне кажется, помню ваш вопрос, хотя я не уверен, вытащите, вдруг я уже отвечаю на третий вопрос. Из того, что мне известно, западные корпорации, компании, они, у них, конечно же, нет практики откатов, когда они взаимодействуют с чиновниками, и под этим лежит глубокое моральное, я бы сказал, обоснование. Их два, эти фактора, которые дают основание западным компаниям, я не имею в виду какие-то такие итальянские сюжеты, отдельно взятые, либо английские сюжеты. Ну или бюджет компании Сименс десятилетней давности, когда там прямо эта статья стояла в бюджете компании. Верно, это после этого руководство Сименс поменялось, и там скандал, и так далее. Конечно, такие случаи есть, и ведется полное расследование, и на этих компаниях, на этих людей ставится клеймо, и они больше не возвращаются в бизнес. Если очень коротко, почему западная компания не платит на, в принципе, в голову не приходит платить какие-то откаты. По трем причинам. Первая, западная компания, так как они платят налоги, они искренне считают, что долг свое общество они отдали. То есть, они платят налоги, вопрос, дорогой государство, смотрите, как вы их тратите. Вторая причина, западная компания, уже сказано, традиция последних 10-15 лет, социальная ответственность бизнеса превратилась в некоторых правилах хорошей тонны, в стандарт, и когда приходит западная корпорация для того, чтобы принимать участие где-то, для того, чтобы устроить джар с руководителями органами, с руководителями государства власти, они кладут на счет, отчет социальной ответственности бизнеса, их бизнеса. Это вторая причина, но и третья причина, здесь я, как это ни парадоксально, с коллегами соглашусь, они это не делают, потому что за взятки сажают, там действительно сажают, и там нету no excuse, там просто нету ситуации, что человека, ты там платишь прокуратуру, что-то еще, и отмажешься, то, что называют, там просто это практики нет, в противном случае президенты могут и уходят в отставку из-за такого рода скандала, то есть общественная мораль, о чем говорилось, она просто не позволяет, просто это не позволяет сделать. Есть что добавить на вопрос, Эдуарда? Илья, пожалуйста. Ну, насколько я, мы видим, все немножко по-разному поняли этот вопрос, особенно после ваших переиначиваний, так сказал, уточнений. Я понял вопрос следующим образом. Эдуарда почти профессиональный политик, вы, соответственно, по-своему понимаете. Я понял следующим. То есть существует ли механизм общественного контроля с соблюдением их же общественных интересов в процессе лоббизма? Законодательного? Законодательного правильно. Понятно, что нормативные акции, вернее, правовые акты делятся на два типа, нормативные, соответственно, индивидуальные. То есть, условно говоря, вот то, что вы говорили, вот и я говорил, и Александр говорил о том, что отраслевые союзы являются инструментами лоббизма, понятно, что они используются хорошо, когда речь идет о нормативных актах, ну, о неких там, и они иногда приходят к общему знаменателю, например, с точки зрения, например, замораживания тарифов естественных монополий. Но по большому счету, кроме общих интересов, ну, с налогами часто, допустим, Союз промышленных предпринимателей выступает за какие-то налоговые реформы, там, малые бизнесы иногда консолидированы, просит что-нибудь продлить или не отменять, да, ну, или там где-то облегчить, где-то расширить, там, вот, в общем, в отношении налогового законодательства тоже существует общий интерес. Тем не менее, у каждого бизнеса существует частный интерес, который в основном регулируется не нормативными актами, понятно, любой, даже самоуважаемый предприниматель Свердловской области, придя в ЗАГС собрания и лоббируя интересы даже какой-нибудь уважаемый ТМК или УГМК, подвергается обструкции, потому что это неправильно. Лоббировать интересы необходимо отраслевого сообщества, промышленности, там, еще чего-то, на уровне законодательных, на уровне нормативных актов, понятно. Но у всех предпринимателей, крупных и мало, существует индивидуальный интерес, они, как правило, регулируются индивидуальными актами. А вот это вот серая зона, потому что вот ту часть регулировать и проследить можно, а вот индивидуальные отношения по подписанию постановлений, конкретных решений, конкретной оценке объектов приватизируемых, конкретных. А здесь единственная процедура, о которой, собственно, Александр и говорил, да, это не долг, да, это не быстро, да, необходимы изменения общественной ментальности, то есть коррупция должна быть, ну, вообще нарушение закона, собственно, в процессе лоббизма, вне процесса лоббизма, чего угодно, должно быть общественно порицаемым. А у нас сегодня это, ну, нормально, да? Предприниматель дал чиновнику взятку, ну, чего их ожидать, говорит, общество? Каждый день дают. Вот хорошо, хоть одного поймали. Но все остальные берут, их просто не поймали. То, что вас не посадили, это не ваша заслуга, а наша недоработка. Это не является никаким событием, вообще никаким событием не является. Более того, чиновники часто, потом оправданные судами нашими замечательными, возвращаются на ту же или иную работу, становятся рукопожатными им по-прежнему, да, не говоря о предпринимателях. То есть предприниматель не несет никакой ни моральной, ни юридической ответственности. Часто даже, когда у него прямо вот из рук, вот здесь вот, что называется, чиновник принял взятку, и их тут, в общем, всех поймали. Это проблема, да. Ну, то есть обычным при этом чиновник подвергается обструкции? Чиновника заводится в уголовное дело, которое крайне редко доводится до суда. Вы видите статистику, соответственно, уголовных дел по коррупции. Там сержанты ГАИ еще практически существуют, а кто чуть-чуть повыше. Ну, там Сердюков наиболее интересная, фигура наиболее значимая среди всех людей, которые почти доказаны, но тем не менее до сих пор гуляют на свободе. Но это как массовый фактор. Посмотрите еще раз, подберите статистику коррупционных дел уже по нашему УРФО за какие-нибудь пять лет и поймите, кто из них сел. Ну, там по пальцам. Дела много, сидят очень мало. Я просто, если можно, так сказать, это не самый главный тезис. Я говорю, что действительно необходимо у общества пройти некую вот настройку, тюнинг, как хотите, да, в своих мозгах, с пониманием того, что наша вот эта вот примиренческая, что ли, какая угодно позиция, все воруют и воровать будут всегда, она по большому счету приводит к тому, что вот эти вот формы, такие коррупционно-генные формы лоббизма, они будут и будут существовать. Очень важная ситуация, связанная, не понимая, почему не поднимают люди, связанные с политикой, связанная с ситуацией с свободной прессой, да? Она, ну, чрезвычайно важна в данном случае. Когда, для того, чтобы общество могло высказать, даже при всем желании, допустим, общество появилось желание высказать коррупционерам и предпринимателям, допускающим... А пример свободной прессы нарушающим законный, нарушающим общественные интересы в процессе лоббизма, получилось желание общества высказать обструкцию. Как оно об этом узнает? Каким образом, соответственно, может сказать большое фе соответственно этим людям? Сегодня в России де-факто существует, институт свободной прессы отсутствует, Киселев в этом может говорить много, я, пожалуй, на этом закончу. По большому счету, Вера Тарасова вообще бы возражала. Бизнес-эжение – это свободная пресса? Свободная, но не совсем профильная ситуация для вас, если честно. То есть, ну, вряд ли вы пишете о ситуации взяток, конкретных взяток. Спасибо, но должно быть больше, наверное, вся пресса должна быть свободной и т.д. и т.п. Я просто хочу сказать, я просто пытаюсь сказать, что с точки зрения норматив, как бы сказать, соблюдения общественного интереса в принятии нормативных актов законодательными органами, все достаточно легко и можно сделать быстро. Тошки зрения принятия, соблюдения общественных интересов в процессе принятия индивидуальных нормативных актов и именно конкретных решений чиновниками в отношении конкретных предпринимателей сделать сегодня вот такую значимую подвижку невозможно. Для этого требуются серьезные тектонические изменения, на мой взгляд, поколенческие изменения. И поэтому все остальные попытки, ну, условно говоря, запретить чиновникам брать коньяк дороже 3000 рублей выглядят, на мой взгляд, смешно. Спасибо. Илья, маленькое уточнение. Да сейчас, Вера. Маленькое уточнение. Я правильно понимаю, что в России сейчас есть примеры успешного отраслевого лоббизма? То есть все-таки отраслевые ассоциации работают? Вот конкретный пример, когда в 2014 году, насколько я понимаю, заморожены тарифы естественных монополий, является примером, ну, как бы он не совсем отрасль, но вот люди, которые потребители, вот условно, металлургия там, ну, там много достаточно, промышленники, назовем их так, это не совсем отрасль, это какая-то сфера народного хозяйства, сфера экономики России. Они добились этого, в общем-то, по большому счету. Ну, у меня просто есть тоже наблюдение, там, по-моему, за союзом пивоваров, что они добиваются, собственно говоря. Да, табачники работают. Классический пример, табачное пивное лобби, вот это все, это все известные случаи. Алкогольный бизнес очень серьезно пытается умерить ретивость и временами вот эту вот государственную... А вот табачников, я просто не знаю, в России ассоциации. Страховщики еще. Страховщики, да. Страховщики, да. Банковский союз работает неплохо, соответственно, с центробанками и прочим. То есть, примеры существуют общих интересов. Даже и малый, и средний бизнес, и даже Свердловская область продвигал и поддерживал законы, снижающие налоговое бремя, соответственно, дающие льготы отдельным социально значимым, соответственно, категориям предпринимателей. Но я говорил, что это как раз достаточно легко, я думаю, в течение 3-5 лет это достроить, достроить можно. Но это ничего не решает с точки зрения индивидуальных... Нет, ну, по крайней мере, по примеру, цивилизованного лоббизма, хоть поговорить. Ну, то есть, как мы можем делать, не имея, скажем так, какого-то профессионального инструмента, ну, каких-то постоянных судов. То есть, вот мы не готовы постоянно судиться, например, с тем, кого мы в чем-то можем обвинить. Ну, потому что вот там конкретно наше издание, наш издательский дом, наш медиахолдинг, он под это не готов. То есть, мы, ну, пишем сигналы какие-то, даем такие совершенно явные сигналы обществу. Например, у нас была статья пару лет назад конкретного бизнесмена о конкретном институте взяток, который существует в главгражданстрое. То есть, конкретная компания с лицом пишет, что нужно пройти вот в этом инструменте, практически называя кабинеты, фамилии, ну, с некоторыми нашими, конечно, ухищрениями, чтобы в случае суда быть достаточно защищенным. Ну, эта организация, естественно, осталась этим очень недовольна и подала на нас суд. То есть, с точки зрения суда, мы были защищены. Там очень просто, там не было сказано слова Екатеринбурга в этой статье. Все, все очень просто. У нас очень грамотная юридическая служба. Статья была очень жесткая, очень откровенная, ну, то есть, как бы, где вещи действительно назывались своими именами. И там руководство нашего холдинга храбро на это пошло, мы согласуем, говорит, ну, подожгут нас или не подожгут. То есть, было понятно, что с судебной точки зрения мы защищены, но мы понимаем, что вот в плане подожгут, не подожгут, разрешат ли деловому кварталу вывесить баннер на нашем здании. Ну, вот, и они, условно говоря, на это пошли. Но после этого статьи, после, как бы, того, что подали в суд, и наши юристы там с их встретились и поняли, что они беспомощны, потому что мы хитрые. Ну, были включены, в том числе, на нашего там главного редактора, который независимый бизнесмен, ну, уже такие инструменты влияния, которые действительно поставили под очень серьезную угрозу. Ну, поэтому, но главное, что статья была опубликована, ее все почитали. В общем-то, этот сигнал был донесен. Ну, то есть, я правильно понимаю, Вера, ты говоришь о том, что свободная пресса в России существует и может принимать участие в создании цивилизованного лоббизма, но она, конечно, свободная, но очень занятая. Времени нет ходить по судам. Поэтому лучше не принимать в этом участие. Я бы сказала, что это все-таки, ну, вот те, например, издания, которые готовы судиться, например, как «Комсомольская правда», у которых, я так понимаю, такая некая профессиональная там зона деятельности, там, возможно, ведомости, возможно, аргументы и факты, кинь семь дней. Ну, вот, да, они этим, ну, вот, занимаются профессионально. Я думаю, что там может быть, ну, просто объем бизнеса какой-то другой. То есть, мы доносим, мы всегда стоим там на защите среднего бизнеса и мы доносим, в общем-то, своей аудитории все, что средний бизнес хочет сказать. О рэкете, о коррупции, мы абсолютно все это доносим. Мы абсолютно независимы с точки зрения там, что власти и политики мы не поддерживаем абсолютно ничьи интересы. Вот. Но мне кажется, что это главное. То, что мы там все-таки, условно говоря, не пошли в суд там, ну, не умыли их, мы ничего абсолютно тут не потеряли. Статья была опубликована, и на это пошла и редакция, и самое главное, этот бизнесмен, который там от своего имени и от своей компании выступил с этой мыслью, и там, как бы, руководство нашего холдинга. То есть это был совершенно свободный акт. Понял. Спасибо. Вопросы еще в зале есть? Потому что, ууу, оказывается, активность-то в зале высокая. Так, давайте по очереди, вот, соответственно, по кругу пойдем. Добрый вечер. Короткий вопрос Александру. В ходе беседы, если я вас правильно поняла, вы хотели привести пример чистого лоббизма общественных организаций в Екатеринбурге. Ну, это не общественных организаций, а гражданский лоббизм. Я могу несколько примеров в нашей области перевести. В одном, возможно, даже кто-то из вас участвовал. Если помните, несколько лет назад у нас здесь, кажется, это площадь труда, да, фонтан. Было достаточно большое собрание людей, порядка пяти тысяч там было зафиксировано людей, когда люди вышли протестовать против строительства храма на этой площади. Вот это в чистом виде пример гражданского лоббизма в Екатеринбурге, когда люди вышли, выразили свое мнение и там не сказать, что это напрямую повлияло... Ну, примерно столько же людей в холодную погоду стояли у памятника Ленина и протестовали против сноса пассажа, например. И где тот пассаж, что называется? Да нет, вряд ли. Там было гораздо меньше людей тогда в этом принимало участие. Вот, второе, второе... Именно в этом дело. То есть тут было пять тысяч, а там четыре с половиной, и поэтому и не приняли решение. Второй пример. Значит, это было сейчас нашумевший, значит, город Сухой Лог, где была вот ситуация схожая с тем, что Артемий рассказывал, там коммунальная катастрофа. Между прочим, там вот сейчас в этой ситуации я считаю, что одна из причин, которая вот привела к этой всей катастрофе, она состояла в недостаточных лоббистских усилиях со стороны главы города, потому, чтобы этот водовод, значит, своевременно, грамотно отремонтировать. То, что проблема будет с водой, было известно и пять лет назад, да, потому что уже и тогда этот водовод 30 километров из Камышлова, 50 километров, построенный в 80-е годы. Было понятно, что, значит, эта вся ситуация рано или поздно прорвется, но вот человек сидел, как бы и ждал, пока это все не случится и что деньги сами придут. Хотя я, конечно, думаю, что стоило бы более активно это лоббировать. Там была другая история, когда в нашем областном правительстве некий бизнесмен пролоббировал и был выделен лесной участок под лесозаготовки между сухим логом и этой Ревтинской ГРЭС. Да, они уже готовы были приступить к вырубке этого лесного массива, но там совершенно очевидно было, что это привело бы к экологической катастрофе в сухом логу гораздо более серьезной, чем вот то, что там сейчас происходит, потому что все там выбросы пошли бы на сухой лог и там онкологии и все прочие заболевания значит они многократно бы возросли и слава богу у них хватило там ума вовремя взяться за то, чтобы отстаивать свои интересы, они там все разыграли, как написано в учебниках, в том числе вот таких вот по Джиару, значит была работа прессы, то есть были публикации, они работали с областными СМИ, затем значит подключились депутаты, которые подписали обращение к губернатору, затем были собраны подписи, которые среди населения, которые тоже в соответствующие структуры были направлены, после этого им удалось, они значит нашли нашлись контакты в Москве, они подключили эти контакты и значит эта лесозаготовка была там прекращена. Ну то есть я правильно понимаю, что успешный и эффективный лоббизм даже на местном уровне это протесты, ну то есть это в любом случае протесты? Гражданский лоббизм это в большинстве случаев это протест, и это как правило гражданский лоббизм противостоит корпоративному лоббизму, когда какие-то корпорации пытаются в своих интересах принять решения, и гражданское общество мобилизуется само ли или с помощью других корпораций, как мы в случае Воронежа увидели. Хорошая тема, если успеем коснемся этим. Кто-то про успешные примеры местного лоббизма еще? И движемся дальше. Так получилось, что видимо раз в микрофон по очереди и вопрос в принципе у меня был схож с предыдущим. Постараюсь кратко, вот само по себе понятие лоббизм это наверное очень добротное все-таки изобретение человечества, когда нужно ставить цель и нужно добиваться ее в отдельных отраслях, в отдельных областях. Вопрос такой, действительно лоббизм именно в гражданском обществе, именно среди населения, ведь неплохо, если какая-то инициативная группа добивается от власти например постройки спортивной площадки, или же отдельные взятые группа лиц обращается к заинтересованному бизнесмену и проталкивает свое решение без денег, без взяток, потому что мы сейчас фактически ну очень большая часть дискуссии была посвящена действительно, вот если к власти обращаться, это только взятки могут нам помочь. И вопрос такой вот действительно, как в гражданском, вот какой рецепт, вот вопрос экспертам, какой рецепт в гражданском обществе найти, чтобы уровень гражданского лоббизма сам по себе стал более естественным, более активным и не только, как вот Александр заявил, базировался на протесте, когда нам плохо, мы можем объединиться и лоббировать какие-то интересы, а когда нам хорошо, как повысить эту активность? Спасибо, очень позитивный вопрос, вот там сзади кто-то еще, вот да, вот если можно туда передать микрофон, пожалуйста, вопрос прозвучал. Игорь, если мы, давайте. Ну если очень коротко, то гражданский лоббизм это когда какая-то группа общества защищает либо лоббирует свои интересы, лоббирование своих интересов, своих интересов, проще лоббировать, я просто повторяюсь, фактически на самом деле, когда эта часть общества выступает против какого-то решения власти. То, что касается положительного лоббирования, здесь я вас немного ловлю на слове, когда все хорошо, то нету повода для того, чтобы людям объединиться и собраться. Как известно, в политических технологиях, и этим прекрасно пользуются наши власти, особенно в России, есть очень эффективная технология, которая называется построение образа врага. Образ врага. Это самая эффективная технология нашей администрации президента. Это сказал ведущий, я говорил в общем целом, а тут я не привязывал это к конкретным реальным российским. И здесь примеров и тьма, и тьма, и тьма. Да, по технологии проще объединиться против чего, но это чисто технологическая особенность. А так больше нечего мне добавить к вашему вопросу. Можно я тоже узнать? Я надеюсь, что Илья тоже добавит. Странно слышать этот вопрос, то есть суть его, насколько я понял, как нам, гражданскому обществу, быть активнее и лоббировать. Но это вопрос из серии «Как мне заняться спортом?» Как мне каждый день приступить к тренировкам? Эту активность гражданскому обществу никто кроме него самого никто не сможет привить. Если я хочу заняться лоббированием интересов гражданского общества, я должен уволиться с работы, развестись с женой, чтобы ее не дай бог на работе не прищучили, научиться жить в шалаше, проводить все время с пикетом напротив какой-нибудь администрации и тогда может быть. Но это российские особенности. На завтке такого нет. Но в том случае, когда ситуация была в сухом лагу и здесь в Екатеринбурге никто не женился, никто не развелся, может быть, кто-то и женился. Прекрасные на самом деле примеры, вот эти два, но они просто единичные. То есть мы гораздо больше видим попыток лоббирования каких-то гражданского общества, которые ничем не закончили. Может быть, потому что они были непрофессиональны. Можно я добавлю? Не совсем согласен, когда у нас обсуждение уходит и в частности по гражданскому лоббизму в негатив, потому что у меня перед глазами есть более позитивные примеры гражданского лоббизма. И это именно лоббизм. Ну, например, жителям дома, в котором я жил некоторое время назад, понадобилось сделать на соседнем пустыре что-то типа площадки для отдыха. Там разные в результате появились. Детская площадка, столик для домино, для старичков и так далее. Люди собрались, они поняли, сколько у них есть денег, поняли, что этих денег для того, что они сделать хотят недостаточно. Они нашли человека, который не принадлежал к кругу, решал, но он в принципе имел какие-то дела с управой. Этот человек пошел в управу и договорился о том, что если управа выделяет условно 10 рублей в следующем году на модернизацию этого двора, то жители дома выделяют 50 рублей, довкладывают. И, соответственно, управа потом этот дворик, она там идет, отчитывается о том, что проведено благоустройство территории, а жители дома получают то, что им нужно. Таким образом достигаются оба интереса, потому что управа отчиталась, что она что-то сделала, жители дома получили площадку для отдыха. Хорошо это или плохо? Я думаю, что это хорошо, потому что опять же у всех есть свои интересы. Кому-то важно отчитаться, кому-то важно получить место для отдыха. Это один из примеров, таких примеров я знаю, плюс-минус я знаю достаточно большое количество. И как раз гражданское общество в первую очередь состоит из граждан, из людей, которые имеют позицию. Соответственно, и это гражданское общество не обязательно должно идти митинговать, оно должно рождать из себя те механизмы, которые будут удовлетворять и их потребности, и удовлетворять потребности власти. Содействовать это пример того самого объединения условно разноправленных сил в одном векторе для получения какого-то результата. Это результат того, что люди подумали, что нужно управе, каким образом этого нужно добиться, чтобы получить и свой, добиться и своей цели, и как бы удовлетворить потребности управы. Спасибо. Илья. Ну, то есть, мне очень кажется, что нам может в ходе сегодняшней дискуссии не имеет смысла смешивать классический лоббизм, коммерческий лоббизм, с гражданским лоббизмом, на котором мы сейчас заострились. Ведь в чем, собственно, смысл появления лоббизма, его наличия? У гражданского, нормальной работающей политической системы, у гражданского общества есть совершенно понятные механизмы, здесь все на власти. Называется это выбор. У предпринимателя нет возможности выбрать чиновника. Он не может пойти на выборы и врать себе другого чиновника. Что-то вы, Игорь Евгеньевич, нездорово управляетесь. Даже в нормальной системе. Поэтому он вынужден использовать иные механизмы, одним из которых является лоббизм. Что касается соответствия... То есть я правильно понимаю, что выборы это и есть основной инструмент в этом? Я еще раз говорю, я не понимаю, что такое гражданский лоббизм, простите, я не понимаю, что такое лоббизм мэра сухого лога перед председателем правительства. Мое представление это все не лоббизм, по большому счету. Если мы сейчас пойдем по данным путям мы уйдем в политическую ситуацию в России и т.д. и т.п. И уйдем на Майдан. Очень хочется поговорить над данной темой, но боюсь, что это не совсем тема нашей дискуссии. Что касается соответственно классического лоббизма, я уже сказал, что это взаимоотношения между коммерцией и органами власти. Мне кажется, что здесь осталось еще очень много тем, которые мы не открыли. Вот и все. Согласен. Спасибо. Можно реплику? Оксана все-таки я не отдала никому микрофон, сказала и все. Сначала я. Я хочу ответить на этот вопрос про гражданский лоббизм, который не протестный. Я знаю два, по крайней мере, таких примера. В Екатеринбурге это дом, сад Харитоновых, Расторгуевых. Там не было никаких протестов, без всяких протестов пришли, поправили и сейчас лоббируют передачу из федеральной собственности в муниципальную собственность этого объекта. Ничего не протестуют, никого не собирают, все нормально там. И красная линия Екатеринбурга. Но это очень смешанный пример. Оксана, я поудивился, если он был другой пример. Потому и возрубировала, что мой пример. Красная линия Екатеринбурга это такой смешанный пример. С одной стороны, мы лоббируем, да, интерес продвижения Екатеринбурга, наши личные интересы это общественная деятельность, а с другой стороны, изначально красная линия была создана как лоббистский инструмент одной конкретной фирмы и даже в течение полутора лет считалось, что это полностью ее проект. Правда, все забыли. Я как-то затымила собой Игоря Черноголова. Но это начиналось именно так. То есть это была такая виртуальная подмена бутылки коньяка. То есть гражданский лоббизм позитивный, беспротестный, он тоже может быть профинансирован заинтересованными коммерческими структурами. Понятно. Хотя термин гражданского лоббизма был протестован. Если можно, вот микрофон молодой, потом я помню, там у меня порядка очереди. Игорь, я очень коротко один из немногих моментов, когда я просто Илье сейчас, на мой взгляд, отвечу. Гражданский лоббизм это когда небольшая группа людей добивается решения от власти. Поэтому, если вы не хотите, чтобы в вашем микрорайоне была точная застройка, вы не можете ждать 4 года выборов, чтобы перезбрать мэра, вернуться и так далее. Просто это нереально. Поэтому решение контентных проблем. И есть прямой механизм референдумов, который активно, успешно использует Швейцария ежегодно, поскольку маленькая страна, они проводят от 10 до 15 всех швейцарских референдумов. Вопрос, строить мечети либо не строить Швейцарии. Всем рассылаются вопросы, про ли референдум, все швейцарцы ответили, больше не строить и так далее. Поэтому это просто чисто технологически. И вторая маленькая реплика. Почему-то мы, когда говорим про лоббизм, повторяю, лоббизм это убедить, заставить власть принять решение, либо не принять какое-то решение. Но так получается, что люди сидят, никого не трогают, живут, никого не трогают. Власть принимает решение, которое им, людям не нравится. Поэтому в этом смысле слово получается отрицательное в кавычках, как вот здесь идет интенция гражданской активности. Она связана с тем, что люди хотят изменить решение. Но по сути, это такой же лоббизм. Лоббизм, то есть пролоббировать другое решение. Здесь нет ничего плохого. И в крайнем случае, если власть не понимает решение, я это говорю как выход, последний, тогда люди идут на Майдан. А у вас так получилось не на Майдан жить. Да, люди идут на Майдан, и они добиваются решения от власти. Вот такая схема нам взята. Илья, можно уточняющий вопрос? Прошу прощения, сейчас дам слово. Меня во всей нашей дискуссии интересует такой, он в принципе не совсем профессиональный вопрос, я даже понимаю, наверное, как на него найти ответ, мне просто интересна ваша позиция. Мы говорим про коммерческий лоббизм, как инструмент согласования интересов бизнеса и государства. А зачем мы тогда взяли свой народ? В том анекдоте про лошадь, а я как гражданин в этом заинтересован? Или это, условно говоря, полное игнорирование моих интересов, а вот какой-то диалог каких-то бизнесов, заснижение ставок, неважно за что. И получается, что это такая кулуарная наша дискуссия про бизнес, а не про население страны? Не совсем. Опять же, в моей модели, в моей картине мира, что ли, облюстителем общественного интереса должно быть государство. Собственно говоря, чиновник, которого назначают или избирают, собственно, он и должен быть носителем общественного интереса и ограничителем хищнических каких угодно, эгоистических и прочих интересов бизнеса. Социальная ответственность бизнеса – это клево, но если его нет, его должен ограничить чиновник. Поэтому в данном случае народ присутствует невзримо за спиной чиновника. В моей модели. Вопрос в том, что сегодня государство российское, независимо от того, что это является там, любая практически, превращается, по сути дела, в квазикорпорацию. Ну, то есть, по сути дела, не воспринимая ситуацию с народом за спиной, воспринимая ситуацию как корпорация с своими учредителями, хотя и номинальными владельцами и прочими. Но это опять особенность принятия индивидуальных актов, на что я отвечал. Некие такие болезни роста, которые существуют, они неизбежно будут преодолены. Поэтому садить народ в чьем лице лоббистам и государствам? В чьем? В лице общественных организаций, в лице тех людей-экологов, которые будут говорить, что нельзя строить. Но это неправильная процедура. Игорь, сейчас секундочку. Еще одно уточнение. Модель идеальная, но я как-то поражаюсь просто вашему оптимизму. Скажите, Илья, вот в этой оптимальной модели, да, со всеми скидками на ситуацию, вы верите или сейчас отождествляете свои интересы как гражданина с тем, что какой-то чиновник их отстаивает? То есть вы верите, что чиновник отстаивает ваши интересы? Ну, здесь, видите, я могу отвечать за себя, да, то есть с точки зрения своих хищеских, эгоистических интересов. Когда я работал с чиновником, я уже говорил об этом. Игорь, можно вставать уже. Соответственно, я точно так же, поскольку я не работал на карман, у меня не было задачи. Да, у меня были, соответственно, корпоративные интересы. Я уже говорил, что любая, соответственно, группа чиновников, ну, в том числе, администрация Екатеринбурга не исключение, превращается так или иначе в силу сложившейся некой среды, да, в некую корпорацию, в некую структуру, да. У меня были какие-то корпоративные интересы, связанные с выполнением определенных функций. Я, по сути, был винтиком большого механизма и знал свое, что называется, место и свои границы принятия решений, правильно? У меня были какие-то обязанности, но в то же время, если это не выходило в противоречие с интересами моей корпорации, я отставил общественный интерес, я смотрел на ситуацию, вопрос, который мне задавали... замещали эту идеальную клетку в вашем модели. Я так видел свою роль, я туда пришел, собственно, с этим. И по мере возможности до сих пор пока не стал позарез нужен, собственно говоря, в бизнесе, который в доверительном управлении что-то не очень процветал, я эту роль выполнял. И то, что сегодня Артемий говорил о том, что приходит потихонечку новое поколение чиновников, которое, собственно говоря, озабочено несколько иными ценностями, кроме, ну, вот этого, что называется, хищнического первичного распределения капитала, вот в чем базируется мой оптимизм. И я не считаю, что в России существует, что называется, исторически какая-то особая среда, которая неизбежно будет порождать вот эти вот искажения. Искажения были, Александр говорил, в Америке еще было покруче на этапе становления государственности. У нас то же самое было, у нас все это мы переживем. Может быть, не мы, соответственно, может быть, наши дети или внуки. На этом, собственно, и базируется оптимизм. По сути дела, механизм развития цивилизации с точки зрения, соответственно, политической среды и лоббизма по сути дела приходит... Я понял, вы верите в прогресс. Я верю в прогресс, поверьте. Игорь, пожалуйста, реплика. Здесь у нас к концу беседы начинаются у меня действительно идеологические разногласия с Ильей. Они всегда очень принципиальны, я не могу о них не сказать. Первое. Глубокое, на мой взгляд, заблуждение по философии, как мне кажется, Ильи, это в том, что чиновники по определению либо политики представляют интересы общества, и общество по определению, исходя из логики выборного процесса, должны верить политикам и чиновникам. Ваш покорный слуга, я просто говорю сейчас про свою философию, я не верю априорно ни одному чиновнику, ни одному политику. Я ежедневно стараюсь, ежечасно оценивать конкретное решение конкретного политика, который, возможно, я выбирал, и конкретного чиновника, который я, к слову говоря, не назначал. И каждый день я там ставлю пять плюсов, три минуса, семь минусов, ни одного плюса, семь плюсов и так далее. Может, потому что я, Илья, не верующий человек, но позиция о том, что он чиновник, либо он политик, ему виднее, это, на мой взгляд, характеристика как раз очень неразвитого гражданского общества. Основная функция гражданского общества и, на самом деле, единственная, контроль чиновников и политиков, которых они, мы, с вами выбирали. И тут есть очень хороший манипулятивный прием, который используют власти. Классическая манипуляция заключается в следующем. власть обращается к обществу и говорит, друзья, вы хотите построить здесь площадку либо что-то сделать? Говорит власть, у которой есть налоги, которые я ей как предприниматель заплатил. Общество говорит, хотим, хотим. Власть говорит, так давайте вместе и строить, помогите нам это построить. Я им, если бы у нас было, я сейчас говорю, модельное гражданского общества, что должен ответить? Друзья, я вам заплатил налоги, вы строите, я буду вас контролировать, у меня нету обязанности, функции вам помогать, я буду тратить свое время, чтобы как наблюдатель общественный приходить на выборы и смотреть, как вы считаете голоса. Это я готов делать с большим удовольствием и так далее. Здесь, правда, конкретные, как вы понимаете, детали, не так просто. Оказывается, вдруг выясняется, что я здесь, в этой части, мое желание потратить свое время на контроль за деятельностью чиновников, которые подсчитывают голоса, я, конечно, в политический пиар негде перешел. Здесь, получается, почему-то проблема, почему-то, как тут в лазге, знаете, мы с вами справимся, спасибо, нет контроля. Резюмирую, единственная задача гражданского общества контролировать чиновников и контролировать политиков, а не априорно им верить, потому что мы их избрали и так далее. Ну, это просто моя позиция, спасибо. Можно я черту подведу? Чуть-чуть буквально, просто я говорил только о себе. Я не говорил о том, что я верю всем чиновникам, всем политикам, поверьте, у меня к человеку побывошу. Мне как раз понравилось, что вы сказали, это идеальная модель, и вот в этой идеальной модели я как-то пытался, а за остальных не отвечаю. Я за остальных не ручаюсь, еще раз, свечку не держал. Я знаю, что есть несколько людей в честности и искренности, которые в желании соблюдать общественный интерес в ходе своей работы, я уверен. Но я не готов говорить за всю касту, за весь класс чиновничества, естественно. Но я не готов говорить и за все российское общество тоже. А вера в том, что оно исправится. Мне нравится, что у нас спикеры, наверное, впервые на умной саде четко сказали, а у нас идеологические разногласия. Это красиво. Ратимин, пожалуйста. Здесь, по-моему, типичный пример, что кто-то видит стакан наполовину пустым, кто-то видит наполовину полным, потому что я, наблюдая на эту ситуацию со стороны, я могу сказать, что вот Илья это идеальный чиновник, идеальный, а Игорь это идеальное гражданское общество, потому что у каждого человека есть некоторые свои ценности в жизни, то, на что он готов тратить свою жизнь. Илья готов тратить ее на какие-то созидательные моменты, Игорь на контролирующие. Да, поэтому, соответственно, здесь, я бы не сказал, что это идеологические разнождение, то есть вот у каждого здесь своя функциональная матрица, в рамках которой он и двигается. Спасибо. Пожалуйста. Добрый вечер. Во-первых, мне не очень понятно, почему мы так мало говорим о непрямом лоббизме, под которым я понимаю влияние не столько на чиновника, столько на электорат и на потенциальный электорат чиновника. Да, в России это практически не используется, но это не повод зацикливаться на песочнице своих, когда, в принципе, в соседении довольно интересно тоже. Собственно, вопрос. Лоббизм это инструмент и инструмент отличный, но для того, чтобы из плуга сделать нечто более-менее вменяемое, лоббизм нужно регламентировать. Так, собственно, что должно произойти в России для того, чтобы мы реально приступили к регламентированию лоббизма? Можно я, как ученый, насчет непрямого лоббизма отвечу, что термины прямой лоббизм. Что такое прямой лоббизм? Это вот коньяк, комната, пакет там, не пакет. мы про коньяк не вспоминаем. Это, или нету там никакого коньяка, это прямой, значит, контакт. Непрямой, непрямой лоббизм, это когда люди стоят за окном и что-то требуют. Это использование средств массовой информации. Выборы, это не относится. Я, насколько понимаю, вы говорили, скорее, о попытке сформировать общественный запрос, то есть общество переубедить в том, чтобы как-то... Сегодня вы не стоите с плакатами, приходите и стойте. Алексей, можно встречный вопрос с автором вопроса? Вот, знаете, напоминает мне звонок в телефонную трубку, когда вместо того, что поговорить, в нее так дышат настойчиво, понимаете, вы должны понимать, кто там звонит и что пытается вам сказать. Если, еще раз говорю, предприниматель, есть вопросы к власти, он идет их и решает. Он задает вопросы и получает на них ответы. Зачем вот это все, все эти сложности? Потому что стыдно задать вопрос, но тогда, извините, это коррупция, никакой не прибыл лоббизм. А это, знаете, это вот как с Потаниным в Воронежской области. Он же не может сказать, типа, не мне отдали, я возмущен. Вот народ возмущен тем, что разработки никеля нарушат экологию в Воронежской области. А это, уважаемый Алексей, вовсе не лоббизм никакой. За это господин Потанин ответил. А что касается выборов, то этот институт у нас сейчас настолько деформирован, что его в этих лоббистских схемах просто невозможно сейчас учитывать. Еще один, возвращаясь к этому, к случаю с Норникелем, это отмечают исследователи, чем лоббизм по-русски, возвращаясь к началу нашего разговора, чем одно характерное очень отличие лоббизма по-русски от лоббизма в США, в Европе и так далее. Нигде, кроме как в России, нет такого лоббизма, условно его в кавычках называют, как лоббизм правоохранительных органов. Это Минченко об этом пишет достаточно, он сейчас часто об этом пишет, и вот эта вся ситуация в Воронеже, насколько я понимаю, она была исправлена у ГМК как раз именно с помощью такого незамысловатого, очень грубого, но в данном случае эффективного лоббизма. А в теме Игоря есть что добавить? Вопрос можно задавать? Сейчас, сейчас, сейчас. Это просто реплика, это еще называется иногда изящно как там бизнес силовых структур, что-то вот как-то вот это. Да, это важное отличие. Спасибо. Скажу честно, я изо всех сил пытался понять, что же такое лоббизм вот в нашей сегодняшней беседе, и мне было бы интересно, вот у меня сформировалось какое-то представление об этом, я вот попытаюсь его произнести, и мне было бы интересно, насколько вот так это или не так, вот с вашей точки зрения, с точки зрения спикеров. То есть я понял по результатам нашей беседы, что лоббизм – это основной, может быть, даже единственный механизм, определяющий социальную значимость экономических или социальных явлений. При этом он замещает общественные и демократические процедуры, такие, как выборы, референдумы, свободная пресса и все такое прочее. Можно просто, мне сложно оценивать ваше определение, я просто скажу… Это не определение, это понимание, которое возникло, но в результате вот всего того, что я понял, что это механизм, который замещает, грубо говоря… У меня вопрос, это спикеры были так невнятны или я так запутал и задавал все время такие камерные вопросы? Да все были хороши. Нет, просто мы говорим о лоббизме, подразумевая, что все знают его определение, но пройдя весь разговор до конца, наверное, настало все-таки… Я бы прикидил речь. Я сегодня вроде в роли энциклопедии, поэтому я его все-таки произнесу, чтобы было понятно. Классическое во всех энциклопедиях лоббизм – это оказание влияния на представителей власти с целью принятия ими необходимых решений. Ну в нашей-то ситуации мы о жизни говорим. Но это в нашей ситуации есть. Чем не подходит это определение? Оказание влияния – достаточно широкое понятие. Она включает в себя множество массу инструментов. И выборы, и прямые контакты, и работу со средствами массовой информации, и мобилизацию общественных организаций, все это напоминает всеобщую теорию всего. С конкретным результатом. Александр, я, может быть, чуть сузил вот то, что ты сейчас говоришь, чтобы для вообще понимания. Итак, предмет лоббизма, он один и единственный. Орган власти. То есть мы всегда лоббируем во власти. Есть обыденное понимание, когда ты у жены пролоббировал поход вечером с друзьями, мы не говорим такое обыденное понимание, которое бессмысленно. Итак, только по отношению к классу происходит лоббизм. Это первое очень важное сужение термина. Второе. Субъектами лоббизма является, первое, бизнес. Одна тема. Второе. Общество. Общество. Организация. Вот субъекты лоббизма. В таком строгом научном термине, в научной терминологии. А дальше все вот то, что сказал Александр. Мне кажется, вы слишком расширенную трактовку дали. Еще раз, если говорить одним словом, когда мне спрашивают, что такое лоббизм, я отвечаю, лоббизм – это решение, запятая, которое вы добиваетесь от органов власти. Решение. Все остальное – это влияние, это общение, это, не хочу повторять, вот ту жидкость, о которой много раз говорили, то есть Алексей намекнул. Это влияние. Решение. Когда вы хотите какого-то решения у власти, вы занимаетесь лоббизмом. Ну и, насколько я понимаю, все-таки это не подмена ни закона, ни выборов, ничего другого. То есть ни в коем случае. Еще что-то добавить есть? У меня, что называется, буквально последний вопрос, поскольку мы как-то уже исчерпали время нашей дискуссии. Мы все время ссылаемся на некую цивилизованную практику западных стран. То есть вот там все это хорошо и правильно. Я ссылаюсь. Ну и не только вы уж. Вы в рамках рекламы замечательного учебника, который я рассчитываю, как с автографами авторов, мне уже сегодня подарили, через раз здесь два часа, что ли. Я стою. Это лоббизм был. Скажите, пожалуйста, мне доводилось принимать участие в некоторых мероприятиях в Европарламенте. То есть прекрасная площадка, на которой в том числе Россия свои интересы представляет. И вот общаться с аккредитованными при евроинституциях лоббистскими компаниями. Они щедро делятся своим опытом, говорят, ну вот да, если вы хотите пролоббировать какое-то решение в Европарламенте или в Еврокомиссии, вот у нас, собственно говоря, список всех парламентарий, вот список чиновников, вот, собственно говоря, вы должны понимать, что этот любит кататься на лыжах, соответственно, вот этот там выпить, ну, закладывает, да, то есть пойдемте с ним выпьем, этот охочет до женщин, но с этим вот есть проблема, он мальчиков предпочитает, да, то есть вот, собственно говоря, инструменты, которые предлагают цивилизованные лоббисты в аккредитованные при Европарламенте. С чем мы в данном случае имеем дело? Как это с нашим идеальным представлением, что цивилизованный лоббизм, он какой-то другой, а на самом деле все иначе, или, как это, я с неправильными лоббистами разговаривал? Если очень коротко, ты с неправильными лоббистами разговаривал. Очень хорошо в твоем вопросе вначале ты упомянул про книгу, Алексей, не поверишь, надо прочитать книгу, где это все описано. Если очень коротко, если очень коротко, в первый раз за этот вечер я сейчас очень коротко скажу о технологии лоббизма, когда вы хотите, чтобы было принято какое-то решение, что вам надо знать? Первое, структуру принятия решения или процедура, о чем говорил в самом начале Илья, имея в виду, почему так важен опыт чиновника, бывшего, который занимается лоббизмом. Если нужно какое-то решение пролоббировать в мэрии Екатеринбурга, обращайтесь к Илье. Он знает, по каким каналам это все идет. Либо обращайтесь к компании, которую он создал, и является ущедителем. Он, конечно, этого отношения не имеет, но просто знает, что он является ущедителем, а там работают люди. Это первое. Второе, главное, о чем мы не говорили, и здесь я полностью согласен с, на самом деле, Ильей, что поскольку чиновник занимается общественными интересами, и вот у него есть пять вот этих общественных интересов, уже такой общественные интересы. Это пять пунктов, которые ему его вышестоящий начальник поставил решить на ближайшие 2-3 месяца. Ваша задача искусства, как лоббиста, вписать свой мелкотравчатый коммерческий интерес, одеть его в такую форму, чтобы этот пункт совпадал либо соответствовал одному из пунктов общественного интереса, за который отвечает чиновник, чтобы вот здесь ваши интересы совпали. То есть представьте себе, у чиновника пять общественных проблем. у честного чиновника. И тут приходит к нему Алексей со своей шестой проблемой, которая ему вообще нафиг не нужна. Задача заключается в том, как вот эту шестую свою проблему строить в более широкий контекст, как эту проблему увязать с социальной ответственностью бизнеса, который ты представляешь как лоббист, и как ее увязать с вот этими интересами. Вот в этом технология. А остальное, вот это детали, с кем стрелиться, какие-то особенности у кого-то, что-то есть. И то есть один еще из блоков, который написан в книге Алексея, который я не говорю, конечно, это экспертные оценки. Самый главный инструмент, один из главных инструментов у лоббиста, который пытается на Илью оказать влияние, он внимательно смотрит, какие эксперты вокруг Ильи, как чиновника, сидят, у кого он будет спрашивать по этому вопросу что-то. Три эксперта, три, предположим, экспертных группы, либо три помощника. И ты, как умный лоббист, должен убедить всех этих группы в том, что то, что ты предлагаешь, это интересно. Потому что ты выходишь из кабинета, дальше я говорю, да, спасибо. Вася, слушай, приходил вот этот, такой предложитель, что ты думаешь? Он говорит, да, я думаю нормально. Петя, что ты об этом думаешь? Сереж, что ты об этом думаешь? Совпадает мнение? То есть критическая масса экспертных оценок вокруг Ильи совпадает с твоей. А ты, как бы, здесь ни при чем. Ты же ему это не объясняешь, да, что ты-то проводил за это время полгода работу, возможно, с кем-то ездил куда-то, не знаю, что ты там дарил, жидкость, либо нежидкость. Иль, после этого я должен сказать, что лоббизм никакого отношения к манипуляции не имеет. Лоббизм имеет, конечно, отношения к манипуляции, только чуть-чуть не с помощниками, соответственно, с коллегами. Потому что не секрет, что существует формально-неформально условно-черная списка. Если человек, если какая-то компания где-то там, соответственно, кому-то нагадила, то об этом становится известно все. Я уже говорил, что поведение чиновничества очень часто напоминает поведение корпорации. И в этом смысле, вот то, что первый вопрос мы задавали, там, джиар, да, что мост сначала нужно построить, потом по нему ходить. Но извините, если вы сожгли мосты, вам ходить-то не почему. Даже если вы пробили в кабинет. Это очень важно. Второе, я уже говорил, и, наверное, в силу того, что это, наверное, последнее, точно последнее, я больше к векофону тянуться не буду, выступление. Я хочу сказать, что, ну, давайте вот на Майдан чуть-чуть вернемся, да. Любая жизнь проигрывает в сравнении со сказкой, с мечтой. Жизнь не может конкурировать с мечтой. Невозможно. И когда люди следуют мечте, соответственно, они тем самым, соответственно, перестают обращать внимание на то, как может быть проще, надежнее и быстрее наладить текущую жизнь. Все видят, что происходит сегодня на Майдане. По большому счету, вот я бы в отношении к лоббизму предостерег от категоричности. Лоббизм есть, да, условно говоря, есть у него родовая болезнь. Она родовая, правда, она не только в России, она во всех странах, и Александр об этом говорил, да, что по первое время он идет за руку с коррупцией, а потом где-то расходится на каком-то этапе. Сегодняшний лоббизм, он все более и более цивилизованный, более цивилизованный по сравнению с теми формами, которые существовали, например, в 90-х годах. Это, я думаю, ни один эксперт не будет против этого возражать. Сделать вот так вот щелчком, реализовать мечту в любой сфере, в сфере выборов, там, свободы, прессию, помянутой мной, или в сфере лоббизма в России невозможно. То, что в итоге все будет там настолько хорошо, как думаю я, или не настолько хорошо, как думает Игорь, соответственно, тем не менее движение с точки зрения цивилизации, лоббизма, создание производительных процедур, создание определенных механизмов, при которых общество сможет контролировать чиновников, не зависит от доверия, да, там, а что ты должен тебе верить, правильно, сдавайте механизмы контроля, при которых ты не сможешь косячить. Я уже говорил об этом, из механизмов, которые мне кажутся очень важным показателем для государства российского желания, называется, избавление от коррупции, это контроль за расходами чиновников, не за доходами, а за расходами. То есть пока решение это будет не принято, для меня все это останется пиаром, все акции и прочее. Я верю в то, что появится ответственная каста, ответственный слой чиновников, которые, собственно говоря, вместо своего узкособственного интереса будут отстаивать в значительной степени и общественные интересы. Да, там есть ограничения, о которых сказал Игорь. Да, они должны вписываться в общую конву развития государства, ну, то есть общие цели и задачи. Действительно, пролоббировать участие в каком-то мегапроекте, не знаю, там, экспо в Екатеринбурге, да, которое было, или в Сочинской Олимпиаде, проще, чем прийти и сказать, вот, а давайте, вот вы тут занимаетесь какой-то ерундой, давайте спортплощадку построим. Мы говорим, слушайте, у нас тут дефицитный бюджет 10%, иди-ка ты, вот, знаешь, куда-нибудь, депутату своему. Пусть он при утверждении бюджета что-нибудь скажет. То есть, потому что много таких умных, полтора миллиона, по-моему, миллиарда. А, так сказать, размазать 23 миллиарда, соответственно, на 12 месяцев и на 1,350 миллиарда жителей, выполнив, соответственно, государственную и муниципальную функцию, это не так просто, как может показаться. Чиновники не сидят на мешке с деньгами, ну, в смысле, из которого выделяют там при наличии того, что они пришли с каким-то общественным интересом, с плакатами или не с плакатами. Это все не совсем так работает. Я бы хотел сказать, что вот, независимо от того, является это крыса лоббизм, там, или нутри, или там кем-то, хорьком, там, кого-то, хомячка называли, да, там, норкой, он уже говорил, был, есть и будет. Сегодня к нему он относится индифферентно, не называя его априори, простым, плохим или хорошим. Как любая вещь, там, не знаю, нож, да, можно ее убить, это, соответственно, зависит от тех рук, в которых оно используется. Поэтому вот я, может быть, и выгляжу действительно, может быть, несколько более оптимистичен по отношению к остальным спикерам данного собрания, но мне кажется, что вот в сегодняшний день с лоббизмом в России все в порядке. Спасибо. Спасибо. Нет, у нас есть не менее оптимистичный Артемий, и поэтому давайте мы его услышим. Слушай, ну я тоже считаю, что тот путь, который проходит лоббизм, он, ну, близок, насколько это вообще возможно к вот уже цивилизованным рамкам, насколько быстро он подойдет вплотную к этим рамкам и в них впишется, это зависит в первую очередь от всех нас, потому что очень простой пример. Ко мне один из хороших знакомых обратился с вопросом, как решить определенные вопросы с одним из федеральных чиновников, и он начал разговор с того, что он сказал, что слушай, а вот как решаются вопросы, сколько человек берет? Я говорю, слушай, он не берет. И человек встал в ступор, он сказал, а как с ним решать вопросы? Я говорю, слушай, ну надо немножко вот задуматься и понять у этого чиновника в рамках его функциональной матрицы, в рамках его интересов, у него есть другие интересы. Вот подумай, каким образом решение твоего вопроса может совпадать с решением его вопроса. И от того, как быстро мы начнем думать, каким образом решать вопросы без денег, без там, не знаю, ну хорошо, не то, что без денег, а без проявлений, проявлений, вот я тебе какой-то, да, без взяток, да, в любой форме, тем быстрее этот лоббизм превратится в какие-то цивилизованные рамки. Еще раз, я считаю, что все попытки регламентации, законодательной регламентации лоббизма это попытки бесполезные, потому что все равно нельзя вогнать в рамки стремления нормальных менеджеров добиться для своей компании каких-то преференций. Единственное, что может являться ограничивающими факторами, это общественное мнение, или там самая мораль, так называемая, и это в качестве пряника, и в качестве кнута это достаточно внятные и жесткие меры наказания, если ты не действуешь вне рамок общественной морали. Спасибо. Александр, есть что добавить? У меня есть только добавить к вопросу, который вы задавали насчет лоббистов, девочек, мальчиков, лыж и так далее. По поводу, каким образом в Европе это осуществляется, и какие там основные механизмы. Но первый основной механизм это механизм кадровый. То есть лоббистские агентства очень тщательно подходят к кадровому подбору. Чаще всего туда попадают люди, которые работали в этих институтах. То есть вот Илья, идеальный кандидат на то, чтобы какое-то направление в аналогичной фирме возглавить. Это явление получило название в их литературе эффект вращающейся двери. Revolving door. И между прочим, с некоторых пор там есть общественные организации, которые контролируют, кто куда пошел, где кто работает. И это все… Ну, есть такое мнение, что это все рано или поздно приведет к неким ограничениям на работу этих лиц. Вот. Возможно, к этому придет. Это первое. И второе, как бы это не смешно здесь в этой аудитории показалось, но большое влияние, большую роль играют креативные решения. Это действительно в Евросоюзе с помощью какой-то придумки. Ну, и если ты что-то придумаешь интересное и продвинешь это решение, ты можешь получить массу преференции. Например, там сейчас очень много, очень много решений принимаются относительно упаковок продукта. Что там должно быть написано, что там не должно быть написано и так далее. И сейчас ряд производителей продукции пролоббировали это решение уже введено в действие, что на упаковках должно писаться страна происхождения продукта и в некоторых случаях, в некоторых случаях даже регион происхождения этого продукта. Для чего это делается? Для того, чтобы оградить от нечестной конкуренции. Потому что вы можете это увидеть и в наших магазинах, какое-нибудь... Это когда индийский чай не в Индии произойдет, а в Грузии. Когда сыр там какой-нибудь с греческим названием делается в Германии. Или когда итальянские там макароны делаются тоже в Китае или еще где-то. Вот обязали в интересах вот этих вот производителей эксклюзивных региональных продуктов это решение принято и какую-то долю рынка они увеличат за счет того, что это будет указано на упаковке. Вот они сложности европейского рынка. Не буду задавать последний вопрос. Сейчас будет безусловно благодарность, но я не могу не сказать, что умная среда тоже является лоббистским механизмом. Обсуждали мы одну тему, такая практически инсайдерская информация. Сидел чиновник, рассказывал о том, что для них важно в работе. Рядом сидел бизнесмен, который косвенно связан с этой деятельностью. Они договорились о встрече. И, собственно говоря, на основании публичной озвученной информации чиновникам, что важно для государственного органа, договорились. И даже эти договоренности имели некое материальное измерение, то есть определенную прибыль для бизнеса. Так что пользуйтесь лоббистскими возможностями умной среды, особенно тогда, когда состоялся, на мой взгляд, столь интересный разговор с, во-первых, союзом оптимистов. Это правда. То есть рекламный слоган некой табачной компании лет десятилетней давности сегодня у меня вертелся в голове просто определенный, потому что это союз оптимистов в отношении лоббизма. Не знаю, кому мне было безумно интересно. И я очень рад, что состав спикера сложился именно таким, потому что это было и честно, и смело, и публицистично, и не боялись... Действительно, огромное спасибо Артемий Козласов, Александр Белоусов, Игорь Минтусов, Илья Борзенков. Аплодисменты нашим участникам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok